Андрей Дышев. Пасть дьявола. Глава первая. Я чувствовал себя одиноким, как никогда. Даже моя квартира, где каждый предмет был знаком едва ли не с детства, а с балкона можно было увидеть серую полоску моря, стала казаться мне чужой. Угнетали пустые стены и вечный сумрак, которые создавали заросли плюща. Обвившего окно снаружи. Я подолгу лежал в постели или же ходил с отрешенным видом из угла в угол, придумывая себе какое-нибудь занятие. Обычно мне не удавалось придумать ничего нового. И тогда я надевал спортивный костюм и начинал бегать по серпантину между скал в районе Нового Света или ползать по скалам, цепляясь руками за скрюченные стволы крымских сосенок и можжевелового дерева. Я изматывал себя до такой степени, что едва не валился с ног. Но, вернувшись домой, мокрый после купания в зимней воде, покрытый, как сердечник, красными пятнами, я стаскивал с себя липкую одежду, накидывал на тело халат, падал на диван, пил маленькими глотками горячий кофе и чувствовал, как жизнь кричит в моем теле, гудящим от переполнившей его энергии. И начинал улыбаться. Проходил день, второй, и все начиналось сначала. И я опять надевал спортивный костюм, кидался на скалы, висел над пропастью и едва ли не с радостью прощался с жизнью. Борис был уверен, что я не вполне здоров, и у него были все основания так утверждать. Как-то он зашел ко мне, сел на диван и долго, ни слова не говоря, наблюдал за тем, как я сматывал альпинистскую веревку, а затем пристегивая к поясному ремню карабины. Я готовился осуществить очередную бредовую идею и взобраться на сокол с южной стороны, почти пятьсот метров по отвесной стене. Борис рассматривал меня как диковинный предмет, прикасался пальцами к карабинам и крючьям, рассыпанным по полу. Наконец он выпрямился, снова сел на диван и совершенно серьезно спросил. — Тебе надоела жизнь, Кирюша? — Такая да, — сразу ответил я и принялся прилаживать моток веревки к штурмовому рюкзачку. — В таком случае ты зря стараешься. Твоя жизнь и без того висит над пропастью. Борис пришел не случайно. Когда он говорил подобными полунамеками, то это значило, что он готовился ошарашить какой-нибудь новостью. Я стал терпеливо ждать, когда его прорвет. Торопить его было бесполезно. Я нанизал крючья на один из карабинов, подвешенных к поясу. Оставалось взять мешочек с канифолью и молоток, да одеться в соответствии с погодой. Солнце сегодня сияло, как в июле, и море отливало густой лазурью. Борис был разочарован. Он ожидал увидеть на моем лице признаки крайнего любопытства, но там, полагаю, накрепко отпечаталась скука и маниакальная одержимость вести счеты с собой. Тогда он демонстративно вынул из кармана куртки помятый конверт и стал подчеркнуто серьезно вчитываться в надписи на его лицевой стороне. Я наблюдал за ним краем глаза. Как ни странно, сказал он, но последние полгода твоя судьба волнует меня намного больше, чем тебя самого. У каждого человека свой круг интересов, отпарировал я. Ты не прошибаем. А ты не темни. Если есть что сказать, то говори. Борис вздохнул. Преподнести новость красиво ему не удавалось. Он раскрыл конверт, вынул из него листок, развернул и положил себе на колено. — Помнишь Локтева? — спросил он. — Еще бы. Но откуда ты его знаешь? — Милый мой, когда я, уподобляясь твоей тени, таскался по твоим следам в Таджикистане, то перезнакомился и выпил неимоверное количество спиртяжки с теми людьми, с которыми ты обозначил лишь рукопожатие. — А ты, случайно, в Афган за мной не ходил? — Была возможность переправиться с контрабандистами, но не было необходимости. — Это так просто? — Нет, не просто. Надо уметь знакомиться с нужными людьми. — Ну и кто эти люди? Маджахеды? Исламисты? Маджахеды сами нуждаются в помощи, когда переходят в Пянш. Ну тогда, может быть, пограничники? Борис как-то странно поморщился и развел руками. Я этого не говорил. — Ты уже пятнадцать минут как пришел, и ничего не говоришь, а только загадочно мычишь. — А ты думай головушкой, прежде чем ввязываться в авантюры, — непривычно резко ответил Борис. — Если тебе наплевать на свою жизнь, то мне, дружище, моя еще в радость. Двое детей, понимаешь ли, официальных, и еще не меньше трех дюжин по всей стране раскидано. И всем им папа нужен. — Да что в конце концов случилось? — перебил я его. — Что за паника? Тебе кто-то угрожает? — Лично мне нет. А вот ты, вольно или невольно, влез в такую мясорубку, в такой змеиный питомник, что теперь даже рядом с тобой находиться опасно. Я никогда раньше не замечал, что Борис трусоват, и это открытие было мне неприятно. Он сидел, скрестив руки на груди, закинув ногу на ногу, сжавшийся, напрягшийся, будто приготовился к отражению ударов. Этот часто улыбающийся, неторопливый человек, напоминающий сытого полусонного кота, был теперь неузнаваем. Я отвернулся, продолжая заниматься сборами, но мысли мои были уже далеко от сокола. Борис сопел, его распирало изнутри от потребности выговориться, но я своими ленивыми движениями как бы показывал свое безразличие к его проблемам, и он никак не мог поймать мой взгляд. Я понимал, что отдаляюсь от него, что между нами стремительно вырастает непреодолимая стена, но ничего поделать не мог, а точнее, не хотел. — Да сядешь ты в конце концов или нет? — почти крикнул он. Я понял, что он был уже на грани того, чтобы наговорить мне гадостей, и окинул рюкзак на пол, выпрямился и посмотрел на него. — Сядь, — повторил Борис, — и налей чего-нибудь. — Мне сейчас идти на стену, — напомнил я ему. — Мне налей! Черт тебя возьми! Я принес из кухни бутылку хереса, Борис сам отрезал верхушку пластиковой пробки и отхлебнул прямо из горлышка. От терпка сладкого запаха крепленного вина меня передернуло. — Я получил письмо от Локтева, — сказал он, вытирая губы. — Откуда, интересно, у него твой адрес? Я пригласил его на лето к себе и оставил адрес. — Ну и что он пишет? Собственно, в письме ничего особенного нет, он лишь напоминает мне о нашем разговоре. — Читай сам. Я взял из рук Бориса листок. Письмо было короткое. Не письмо, а так, записка. — Борис, здравствуй. Назначен замом Камдива, переезжаю в Душанбе. Хочу напомнить о нашем последнем разговоре в Кулябе. Увидишь своего друга, перескажи. Самое главное, все, что говорил ему А, пусть забудет навеки. И никому, ни при каких обстоятельствах, не говорит о контактах с ним. Будь осторожен. Локтев. Я вернул письмо. Борис вложил его в конверт, мелко порвал, высыпал бумажный мусор в пепельницу и поджег. Я следил за ним и не мог сдержать усмешки. Он заметил это. Все веселишься. Чему радуешься, дурачок? По-моему, у штандартенфюрера СС Штирлица тоже была привычка сжигать письма в пепельнице. А ты знаешь, что современные криминалисты могут расшифровать записи даже на сожженной бумаге? Не расшифруют, ответил Борис. Плеснул в пепельницу Хереса и к моему величайшему изумлению выпил адскую смесь. И после этого, сказал я, ты будешь утверждать, что с головой не в порядке у меня? Так ты все понял, спросил Борис. Глаза его подобрели, на бледном лице стал проступать румянец. Ничего не понял. Кто такой А? Алексеев. А почему я не должен ни при каких обстоятельствах говорить о контактах с ним? Это в твоих же интересах. Ну, естественно. Еще совсем недавно на меня вешали убийства Алексеева. Не то, сказал Борис и замотал головой. Не то. Он снова отхлебнул из горлышка и тише добавил. Алексеева, оказывается, давно пасли контрразведчики. А за какие заслуги такая честь? Борис пожал плечами. Но это меня не интересует. Я смотрел на его бегающие глаза. О чем вы говорили с Локтевым? О том, как мне добраться до Душанбе. Боря, если ты хочешь меня о чем-либо предупредить, так делай это, а не темни. А ты, кажется, собирался покорять гору? Язвительно напомнил он. А ты стараешься подороже продать какую-то гнилую информацию? Да уж тебя продашь подороже. Чего ты боишься? Есть чего бояться. В тебе визжат от страха гены предков, замученных сталинизмом. Ну, хотя бы и так. Он замолчал, уставившись на бутылку, выпитую наполовину. Все, поговорили? Спросил я и снова взялся за рюкзак. Теперь мне все ясно. Алексеев сидел на крючке у ФСК, и я тоже засветился. Ты можешь не орать, как бегемот? Попросил Борис. Дело не только в том, что он сидел у кого-то на крючке. А в том, за какие дела. И тебе, конечно, это известно. Хочешь, я угощу тебя метаксой? Не покупай, я не Иуда. Но ты мой друг, храбрый, непьющий друг. Спасибо, морда, за комплимент. Ну, так ты скажешь мне. Я боюсь тех, на кого Алексеев работал. А на кого он работал? На мафию. Я смотрел на Бориса, и меня не покидало чувство, что он все время шутит. Но лицо Бориса было сковано страхом. Чтобы шутить с таким лицом, надо долго тренироваться и быть не лишенным артистических данных. У Бориса же их не было в таком количестве и качестве. То есть ты хочешь сказать? Я хочу сказать, чтобы ты подумал обо мне и похоронил все свое прошлое, связанное с этим Алексеевым. Я встал, сделал несколько бессмысленных движений, звеня крючьями, как кладовщик ключами. Прошелся по комнате, попутно откидывая ногой моток репшнура. Потом остановился перед сосущим хери с Борисом и положил ему руку на плечо. Боря, сказал я ему, ты рехнулся. Тебе надо лечиться. Ты и начитался плохих книжек. В Таджикистане все немного сумасшедшие. Такое бывает, если много лет подряд не вылезать из войны. Но у тебя мания преследования, и мне очень грустно. Он скинул мою руку, с грохотом водрузил бутылку на стол. Думай, что хочешь, но выполни мою просьбу. Какую просьбу? Никому не рассказывать, что я пил вместе с мафиозным Алексеевым? Для начала закрыть пасть и снизить тон. Если ты хочешь, чтобы я помог тебе в чем-то, надо ясно изложить суть просьбы. Не успокаивался я. Локтев просил тебя передать суть вашего разговора. Прошу тебя, я слушаю. Я весь в внимании. У меня распухают уши от нетерпения. Борис не сразу решился. Долгая пауза придавала значимость тому, что он собирался сказать, и он попытался ее смягчить. В принципе, разговора у нас не было. Я коротко рассказала ему про твои приключения, то, что мне было известно. Локтев сердился, что ты обо всем не рассказал ему. О чем? О переходе в Афган. А он что, мог бы мне помочь? Нет, но он мог бы тебя предостеречь. Отчего? Это не самое главное. Когда я рассказала ему, как убили Алексеева и где ты в это время находился, ну, словом, видел бы ты его лицо. Он, кажется, мужик тертый, под пулями ходил. Но тут вдруг побледнел, схватил сигареты и встал из-за стола, принялся туда-сюда ходить, как ты сейчас. И все время бормотал, я знал, что так кончится, я ждал этого. А ведь предупреждал. Сколько раз предупреждал. Потом повернулся ко мне и вопросом в лоб. О чем Алексеев говорил с воцурой? Я пожал плечами, мол, не могу знать. Наверное, про бабы и фронтовую молодость. Локтев головой покачал и говорит, хорошо, если бы так. Но ведь они в это не поверят. Послушай, ну что ты все время говоришь загадками? Кто такие они? О чем предупреждал Алексеева Локтев? Да подожди, не гони лошадей. Я рассказываю все по порядку. Те же вопросы я задавал Локтеву. Он подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул наружу. Затем прикрыл плотнее и мне шепотом. Видишь ли, у всякой войны две стороны. С одной смерть, подвиги, ранения, окопы и чесотка. А с другой офигенные бабки. Он так и сказал. Офигенные бабки. И добавил. Которые ни тебе, ни мне не снились. И бабками этими здесь ворочают те, у кого в руках власть. А у кого власть в Таджикистане? Это он у тебя спросил? Нет, это я у тебя спрашиваю. Хрен его знает, дружище. Наверное, у тех, кто сильнее. Правильно. Власть пока не у президента и не у оппозиции. Хотя и тот, и другие владеют некоторой ее частью. А остальная часть в руках военных. У так называемых объединенных миротворческих сил. Они контролируют границу. Они отправляют самолеты во все страны СНГ. Устанавливают порядок прохождения колонн, грузов и т.д. и т.п. И что? Что Алексей вполне мог быть звеном одной нелегальной цепочки, по которой, к примеру, наркотики и оружие перетекают из Афгана в Таджикистан, на Кавказ, в Москву и дальше. — Бред! — возмутился я. — Я хорошо знаю Алексеева. Я служил с ним в Афгане. Это порядочный мужик. Такими делишками он заниматься не станет. А кто говорит, что он непорядочный? У него детки, их надо кормить, дать им образование и, желательно, за границей, в престижном вузе. Но на это деньги нужны. И вот в один прекрасный день эти деньги сами потекли в карман Алексееву. Я прекрасно его понимаю. Я сам бы так сделал, если бы мог. Совесть? Прекрати, это химера. Какая совесть, если государство не заботится о том, чтобы люди, которые находятся у него на службе, были обеспечены всем необходимым? По-моему, это не твои слова. Так мне Локтев говорил. Он просчитал Алексеева еще полгода назад, когда ему случайно попалось на глаза разрешение на перевозку домашних вещей из города Мары в Москву военным бортом, данное некоему лейтенанту и подписанное Алексеевым. Вещи этого лейтенанта загрузили в Мары, это Туркмения, минуя все таможни и досмотр. Кроме двух чемоданов, там были семь ящиков по 150 килограммов каждый, якобы с посудой и книгами. По совпадению, Локтев прекрасно знал этого лейтенанта. Локтев был членом госкомиссии в Мары по учету и списанию боевой техники. Лейтенант этот жил в общаге, и кроме пары шинелей, форменных рубашек и стоптанных сапог, у него не было ничего. Все нещадно пропивал. И вдруг семь ящиков, общим весом более тонны. Локтев понял, что ящики тайно переправляют в Москву Алексеев. Намекнул ему при встрече, что знает про неучтенные грузы. Но тот все перевел в шутку. Потом к Локтеву приехал человек из федеральной контрразведки и стал выпытывать о прошлом Алексеева. Локтев понял, что кольцо вокруг Алексеева сжимается. Может быть, он успел бы еще предпринять какие-нибудь меры. Но неожиданно пришло известие об убийстве Алексеева в гостинице «Таджикистан». Кажется, я начинал кое-что понимать. Отматывая в памяти картинки прошлой жизни, я отчетливо вспомнил, как впервые встретился в баре «Таджикистана» с Алексеевым, и как меня неприятно удивила его барская манера обращаться с обслуживающим персоналом. Мы сидели за столиком втроем. Алексеев, Валерий и я. Пили коньяк. Потом Алексеева развезло, и он стал нести какую-то ахинею про красивую жизнь, и что его душат, а он собирается вывести мразь на чистую воду. Борис не сводил с меня глаз, пока я ковырялся в своей памяти. «Ну что?» — спросил он. «Я вспоминаю нашу с ним первую встречу. Что-то было. Он был чем-то обеспокоен. А Валерий слышал о том, что он говорил? А при чем здесь Валерий?» Борис пронзил меня долгим взглядом, затем посмотрел на опустошенную бутылку и вздохнул. «Ты не понял еще самого главного». «А что я должен понять?» «Ты рассказывал мне о своей первой встрече с адвокатом. Ну, там, на даче, когда выжрали холодную баранину, и ты набил морду картавом. Помнишь?» «Еще бы!» «Как адвокат отнесся к убийству Алексеева?» «Сказал, что картава немного перестарался». «И ты ему поверил?» «В тот момент я вообще никому не верила. Был на взводе, готовый к смерти, побоям и к пыткам». «Ну, давай помозгуем. Пригинем все логически. Картавый должен был обеспечить твой приезд в Куляп, так?» «Так». «А что он делает?» «Рискует сорвать всю операцию, подставляет тебя, вешает на тебя труп Алексеева». «Зачем?» «Ради чего?» «Ну, предположим, ради того, чтобы я не дергался и не пытался заявить в милицию или сбежать». «Что ты?» «Что ты!» закричал Борис. «Бред!» «Таким варварским способом пресечь твой возможный побег?» «Зарыть в землю курицу, чтобы ее не сожрал хорек?» «Нет логики. Если я правильно понял твой рассказ, то ты чудом не попал в руки милиции. А произойди это. Картавый вместе с адвокатом выложили бы не один лимон, чтобы тебя оттуда вытащить». «Зачем же он убил Алексеева?» спросил я, понимая, что Борис, в отличие от меня, неплохо овладел законами элементарной логики. «А может быть, в этом и не было никакого смысла? Может быть, мы имеем дело с психически нездоровым человеком, маньяком? Для него убить человека — удовольствие, от которого он не отказывается ни при каком удобном случае». Борис снисходительно посмотрел на меня. «О чем ты, касатик? Маньяк, нездоровый человек. Да если бы он был психически больным, то резал бы вас налево и направо, не думая ни о кокаине, ни о чем-либо другом. Нет, он хитрый, умный и абсолютно здравомыслящий человек. Намного более здравомыслящий, нежели мы с тобой». «Так в чем же смысл?» Снова спросил я. «Если ты знаешь, что не трави душу?» «Знать не знаю, но догадываюсь. Картавый и твой высокоморальный покой на Алексеев — звенья одной цепочки. Я думаю, что Картавый, используя боевиков, дачу и кишлачный дом в приграничной зоне, отвечал за переброску груза из Афгана до Куляба. Из Куляба до Душанбе, возможно, кто-то еще. Алексеев обеспечивал бестоможенный проход груза на военный борт и отправлял его дальше». «В это трудно поверить», — признался я. «Мафия?» — обобщил Борис и развел руки. «Плюс коррупция в объединенном командовании. Единой армии там нет, а представители национальных министерств обороны в Таджикистане снимают с себя ответственность за неблаговидные поступки и преступления. Об этом уже давно пишут всякие скандальные газетки. А ты столкнулся, как говорится, воочию. С чем тебя и поздравляю». «И все-таки я не понимаю, зачем Картавому понадобилось убивать своего сообщника?» Локтев сказал, что за Алексеевым уже долгое время наблюдали люди из контрразведки. «Я думаю, что сам Алексеев не мог не догадаться об этом. Видимо, ты встретился с ним именно в то время, когда он был уже готов расколоться и прийти в военную прокуратуру с повинной». Алексеев вел себя неосторожно, и мафия свела с ним счеты, навеки закрыв ему рот. «Жаль, что тебя вовремя не оказалось рядом». «Я оказался рядом как раз вовремя», — напомнил Борис. «А если бы опоздал, твой трупик истлевал бы сейчас на берегу бурноводного пянджа». «Мой и Валерий», — поправил я. Борис поднял указательный палец вверх и выждал паузу. «Погоди, милок, не гони лошадей. И в этом вопросе ты пребываешь в глубоком замешательстве. Вот налил бы ты мне еще стаканчик, я бы тебе такое рассказал, отчего волосы не то, что дыбом встанут, а сразу выпадут». Признаюсь, Борис посадил меня на крючок, и мне пришлось идти на кухню и доставать из шкафа последнюю бутылку Мадеры. «Есть такая поговорка, «Язык мой враг мой», — сказал Борис, внимательно изучая этикетку на бутылке, словно видел ее в первый раз в жизни. «Марочная, массандра, шесть медалей, три года выдержки, то, что нужно. А ведь наверняка же из наших виноградников, а? Здесь ягодка росла, впитывала солнце, затем гроздь срезали и грузовиком в массандру. Там в бочки и в подвалы. Потом разлили, разбутырилировали, черт, язык заплетается. Короче, закачали в бутылке и снова привезли сюда на родину. Круговорот вина в природе». «Борис, ты пьян как свин». «Я знаю, не перебивай, я говорю умное выступление». Он принялся откупоривать бутылку, и я понял, что если он выпьет ее до дна, то не сможет рассказать то, что хочет. Я осторожно взял бутылку из его рук. «Ты обещал мне что-то рассказать?» «Да», — хлопнул он ладонью по столу. «Я обещал сообщить тебе пренеприятнейшее известие. Но сначала вопросы. Первый. Кто, кроме тебя, слушал пьяные откровения Алексеева?» Я пожал плечами. «Бармен мог подслушать. Он приносил нам коньяк». «И все?» «Может быть, люди за соседним столиком». «И все?» «Этого мало?» «А Валерии?» Я хлопнул себя по лбу. «Естественно, Валерии. Она же сидела вместе с нами. Она была все время с вами?» «Ушла, когда мы напились до чертиков?» «Куда ушла?» «В номер, наверное». «В номер», — передразнил Борис. «А я бы проверил и знал бы точно». «Вопрос второй. Ты мне рассказывал, как Глеб приспокойно отправлял горячо любимую сестрицу с малознакомыми мужиками в опасное путешествие и при этом почти не волновался». «Да, меня это удивило». «А потом это удивление повесил, как макаронины, себе на уши». «Касатик ты мой, если чему-либо в жизни удивляешься, то докопайся до истины. А не можешь, не удивляйся ничему». «Мы удивляемся в первую очередь именно отсутствию логики. Это первый сигнал, первый звоночек, который включает наш мозг. И поэтому сигналы люди с мозгами начинают искать истину. А ты удивляешься, как курица собственным яйцам». «Так чем мы можем объяснить столь неординарное поведение Глеба?» «В самом деле, чем?» «Дай сюда, Сократ». Борис отобрал у меня бутылку и скальпировал пробку. «Чем можно объяснить тот факт, что у тебя дома я вечно напиваюсь, как таракан». «Тем, что ты любишь это дело?» Борис поморщился. «Тупица. Троечник. Я никогда не пью дома. Не пью на пляже в сезон. Не пью в городе. А у тебя нажираюсь. А все потому, что я абсолютно уверен, ты не оставишь меня в беспомощном состоянии и как ангел-хранитель оградишь от всех земных бед». «Спасибо за комплимент». «Это не комплимент. Это я заставляю работать твои жалкие мозговые извилины и подвожу тебя к выводу». «Что-то никак не подводится». «Ладно», – махнул рукой Борис и посмотрел на меня, как на обреченного больного. «Вопрос третий. Точнее, не вопрос, а факт. В Москве, когда ты пил пиво во Внукове, я отлучился на полчаса, помнишь?» «Помню». «Я отлучался в диспетчерскую, где при помощи банальной взятки мне выдали нужную информацию по авиапассажирам аэропорта Шереметьево-2». «И какую же информацию тебе дали?» «А такую», – Борис наконец отпил Майдеры, несколько мгновений прислушивался к ее вкусовым качествам. «Информация для размышлений. В полетном списке Долимы, помимо прочих, значились граждане Арикян Валерии Августовна, Лукявичу Сглеб Раменович и…» Борис сделал многозначительную паузу. «И некий Арикян Алексей Новикович». «Кто?» – не поверил я своим ушам. «Арикян Алексей Новикович», – повторил Борис. «Похоже, ты где-то слышал имя этого человека?» «На штампе, в паспорте?» Я тер пальцами лоб с такой силы, что едва не дошел до черепной коробки. «В паспорте Валерии!» «Это ее бывший муж, с которым она в разводе». «Совершенно точно, Арикян Алексей Новикович». «Тебя удивило, что неожиданно в Шереметьеве к братишке и сестричке присоединяется лицо в кавказской национальности, которое когда-то было мужем Валерии, и все они дружно с семьей улетели в Лиму?» «Удивило?» «Правильно, потому что логики нет». Я схватился за бутылку Мадеры, как утопающий за спасательный круг, и сделал большой глоток. Борис посмотрел на меня одобрительно. «Что же это получается?» спросил я. «Думай». «Ты хочешь сказать, что муж Валерии?» «Я ничего не хочу сказать», перебил меня Борис. «Я хочу, чтобы ты сам научился логически думать». У меня перед глазами закружилась круговерть из лиц. «Валерия, адвокат», «Картавый», «Водитель грузовика», «Охранники», «Глеб», «Маджахет». И снова «Картавый», «Валерия, адвокат». Я поднял на Бориса стопудовые глаза, но не разглядел его в хаосе мельтешащих лиц. «Борис», — с трудом произнес я, «такого кретина еще не было на нашей планете». Это для книги рекордов Гиннесса. Это же ясно, как день. Это было уже ясно с самого начала. «Картавый» и «Муж Валерии» — одно лицо. А не заодно. «Наконец-то», — облегченно вздохнул Борис и чувством глубокого удовлетворения допил Мадеру до конца. Глава вторая. Восхождение по южной стене сокола естественно пришлось отменить на неопределенное время. Ничто не могло вернуть меня в реальность. Ни предложение Бориса отвязаться в санаторий ВВС с приезжими особами женского пола. Ни ящик крепкого сурожа, который я вылакал в одиночку за два неполных дня. Ни купание в остекленевшем море, вода которого была обжигающей холодной. Я жил эти дни как зомби, передвигаясь, разговаривая с людьми и засыпая в кресле почти машинально, на автопилоте, не думая, что в настоящий момент совершает мое тело и не помня, что оно делало минуту назад. Я пребывал во власти прошлого, поминутно, шаг за шагом, восстанавливая все события и примеряя их к неожиданному известию. Все сходилось, складывалось без усилий и нажимов, как детали в хорошем часовом механизме. Я с ужасом осознавал ту черную роль, которую сыграла во всей этой истории Валерии. Блестящая, талантливая игра, расписанная детально и тонко. Я вспомнил несчастного адвоката Рамазанова, который поначалу казался мне источником главного зла. Он интуитивно догадывался, что за милой улыбкой Валерии кроется тайна, а за показушной недалекостью Картавова жестокость и хитрость. Мне теперь стало ясно, откуда Картава узнал о намерении Алексеева вывести мразь на чистую воду. Как попала визитка, подаренная мне Алексеевым, на четвертый этаж? Почему Картава и не убил Валерии, хотя она, казалось, только мешала ему на протяжении всего пути к Такжикскому берегу? Отчего Валерия так странно вела себя в тот момент, когда я боролся с Картавом, а затем сбросил его в трещину? И для чего она забыла утрещенный моток альпинистской веревки и крючья? Мне стало ясно и то, как смог Картава перекусить стальную проволоку и сбежать из бани, закрытый на обарный замок. Я мог теперь легко объяснить все те мелкие недоразумения, которые возникали едва ли не на каждом шагу авантюрного путешествия. Слепец! Тупица! Я ругал себя самыми последними словами, я разбивал в кровь кулаки, в бессильной ярости ударяя по стенам моей убогой квартиры. Я не знал, куда мне уйти из этого мира, в котором я опозорился навеки перед самим собой. Освобождение от любви, которая петлей душила меня и делала рабом, наконец наступило. Я ненавидел Валерии. Во мне не осталось уже никаких светлых и добрых чувств к ней. Увы, Вацура, говорил я себе, Валерия — это тот орешек, который тебе всегда будет не по зубам. Общение с ней сделало меня скептиком. Я перестал доверять своим прежним товарищам, с прищером смотрел на продавцов, на водителя автобусов, на рыбаков. Стал меньше доверять даже Борису. А что, как-то подумал я, ведь он вполне может быть агентом Валерии. Кто знает, о чем они говорили, когда я лежал без сознания. И почему это Локтев вдруг ни с того ни с сего был так откровенен с Борисом? А как удалось Борису разыскать меня на берегу Пянжа? Человек, иголка в стоге сена? А как он спас меня за мгновение до смерти? Что-то подозрительно все это. Я понимал, что нахожусь на грани умопомешательство. И Борис, кажется, заметил это. Он предложил мне завязать с Портвейном, дождаться хорошей тихой погоды, вывезти яхту из лодочного гаража и вдвоем отправиться в путешествие вдоль берега Крыма. Я так и сделал, но с точностью до наоборот. Я вывел яхту из гаража в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вечером в шторм поднял паруса и помчался в открытое море в одиночку. Речная яхта, непригодная для преодоления трехметровых волн и шквального ветра, едва не легла на борт, и мне чудом удалось ее спасти. Мгновенно протрезвевший, мокрый с головы до ног, огловший от грохота волн, я сумел снять паруса. Бензина, разумеется, в баке не было. И, удерживая яхту форштебнем к волнам, дрейфовал почти сутки, пока шторм не утих, и я снова не поставил паруса. Меня отнесло на восток, к мысу Меганом, который узкой ящерицей выступал в море. В каюте было по колено воды, и закрепив румпель-веревка, я до вечера вычерпывал ее дырявым ведром. Зато к берегу, на который уже легла тень крепостной горы, я причаливал по тихой водной глади под всеми парусами. Меня встречали рыбаки, но их лица, в отличие от моего не светились радостью. Один из них принял швартовый, накинул петлю на кнехт, но не ответил на традиционное приветствие в виде поднятого над головой кулака. — Бесишься? — спросил он, подавая мне руку. — А с Борисом несчастье. Улыбка вмиг слетела с моего лица. — Что? — только и смог произнести я. — Не знаю подробностей. Беги в больницу. У него серьезные ожоги. — Он тебя все время звал, — спросил ребят. Кажется, Вадим его из медпункта выносил. Я бежал по мокрому асфальту набережной, и встречные люди шарахались в стороны, уступая мне дорогу. Потом я перелетел через бордюр, спрыгнул на пляжный песок и, увязая в нем и падая, добежал до лодочной станции. Дверь кабинета, обуглившаяся, без стекол, лежала на ступенях и, сгоревшая наполовину занавесочка, свешиваясь над песком, трепыхалась на ветру. У меня под ногами хрустнули осколки стекла. Я медленно подошел к пустому дверному проему, не сводя с него глаз. Планером полетела рваная бумага с крупной надписью «Лечебный» и «Прочий массаж» по предварительной записи. Я переступил через сорванную с петель дверь. Черная комната. Холодильник с белой дверцей, усеянный мелкими точками, словно на нее брызнули краской. Топчан, засланный прозрачной клеенкой, оплавившийся с одной стороны. Стол, обгоревший посередине, будто на нем долго стоял включенный утюг. Стул, лежащий кверху ножками у стены, обрывки бумаг, черные крошки, веревки на полу. Хрустнуло стекло. Я обернулся. Рядом со мной стоял старшина из отделения милиции, которая курировала рынок и автостанцию. Он узнал меня. Мы как-то встречались, и, кажется, именно он допрашивал меня по поводу угнанного молоковоза. Старшина пожал мне руку, сдвинул фуражку на затылок, почесал макушку. Сильно шарахнуло. А что шарахнуло? Бомба или граната? Нашли того, кто кинул? Никто не кинул. Неясно пока. Он зевнул. Следствие только началось. Комментариев не дам. Он мой друг. Тогда тебе надо прийти в отделение и дать показания. Враги, подозрительные связи и все такое прочее. Окей? Я молчал, глядя на пустой черный кабинет. Враги и связи и все такое прочее. Где он? В больнице. Точнее, уже в морге. Отдал Богу душу. Обширно ожог. Лицо взрывной волной изуродовало. Поначалу жена узнать не могла. Эх, 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 двое детей остались без отца. А сколько еще по всей стране раскидано? Что? Нашли какие-нибудь улики? Комментариев не даем. Старшина помолчал и добавил. Это была посылка. Развернул, коробочку открыл. Адская машинка и сработала. Следователь с посеревшим от недосыпания и курения лицом поднял на меня красные глаза. Ты хочешь дать конкретное показание по делу? Или просто любопытствуешь? Нет, он никогда не докопается до истины, понял я. Он просто устанет слушать меня и заснет. Он слишком стар и ленив для этого дела. Я был его другом. Ну, кто, по-твоему, мог это сделать? Что это? Следователь покачал головой, достал сигарету, прикурил, не вынимая ее изо рта. Дым разъедал ему глаза. Следователь морщился, щурился, глаза его слезились, но он продолжал коптить лицо. Садись, кивнул он мне на стул. Я сел напротив него и тоже стал страдать от дыма. Следователь курил дешевые сигареты. Когда ты видел пострадавшего в последний раз? Позавчера. Где? При каких обстоятельствах? У себя дома. Следователь положил передо мной лист бумаги. Пиши подробно, о чем говорили, не заметил ли ты признаков волнения. Я отрицательно покачал головой. Да нет, никаких признаков не было. Мы пили вино и говорили о женщинах. А он не говорил, где был две недели назад. В Таджикистане. Тебе известно, чем он там занимался? Известно. Ну так пиши, пиши, не смотри на меня. Я снова покачал головой. Нечего писать. Он занимался коммерцией. Вот и все, что мне известно. Кто такой Локтев? Он называл тебе эту фамилию? Называл. Этот человек помог ему улететь из Душанбе. А откуда вам известно про Локтева? Оттуда. Оттуда. Следователь раскрыл папку, лежащую перед ним. Взял обрывок коричнево-оберточной бумаги и показал его мне. Он держал его всего секунду, но этого было достаточно, чтобы я успел прочесть короткую надпись со странной ошибкой в имени, сделанную неровными печатными буквами. Крым. Судак. Спасательная станция. Бфису. Лично. И ниже. Таджикистан. Куляб. От Локтева. Я опустил глаза вниз. Они выдавали меня с потрохами. Я закашлялся и встал. Сиди, сказал следователь. Ты что-нибудь вспомнил? Я плохо себя чувствую, произнес я. Что было общего между Локтевым и пострадавшим? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Вы ведете следствие, а меня спрашиваете. Бред какой-то. У меня снова свело горло, и следователь плеснул мне воды из желтого графина. Я выпил, поставил стакан перед собой, глядя в него, сказал. Почта не работает, и никакие посылки из Таджикистана отправить нельзя. Вы же сами видите. Ни марок, ни почтового штемпеля, ни нормального адреса. Я знаю, сказал следователь. Это была не посылка. Сверток передали снаручным. А с чего вы взяли, что она из Таджикистана? Только потому, что так написано? Я предполагаю. Мне можно уйти, спросил я. Пока нет. Ты должен помочь следствию. Я вам ничем не могу помочь. Тебе безразлично, кто убил твоего друга? Считайте, что так. Хорошо, последний вопрос. Тебе не знаком этот почерк? Он не сводил с меня глаз, и я снова раскашлялся. Оставьте меня в покое, произнес я. Я ничего не знаю. Я очень болен. Хорошо, иди, сказал он. Но я тебя еще вызову. Я не помню, как оказался на улице. И я не узнавал того, что было вокруг меня. Я не помню, куда шел и как оказался на берегу. Море, гладкое, ровное, матовое, словно застывшая стекловидная масса, преградила мне дорогу. Я, наконец, остановился, когда уже был по колено в воде. Борис, прошептал я. Прости меня. Лучше бы мне никогда не видеть и не знать ее почерка. Глава третья. Я слишком многое связал в своей жизни с любовью. Я безоглядно вешал на нее будущее, связывал с ней судьбу. Я, как лихой игрок, сыграл ва-банк и поставил на нее, как на магическое число, все свое состояние. Я не задумывался, каков запас ее прочности, насколько я рискую своей судьбой. Я поступал так, потому что не мог поступить иначе. И любил безоглядно и безусловно. И все рухнуло в одночасье. И жизнь сразу потеряла смысл. Борис раскрыл мне глаза на многое из того, чего я не знал о Валерии. Но он щадил мои чувства и не мог позволить себе говорить о ней так, как думал. Он осторожно подводил меня к жесткому решению, которое я сам должен был принять в отношении Валерии. Я все понимал. Я ценил мудрость Бориса и разделял его мнение относительно Валерии. Моя любовь трещала, как орго во время шторма, но выдерживала натиски правды. Я находил тысячи оправданий ее поступкам. Я слет уверил любой версии, где были смельчающие обстоятельства. Искрепленное ими, продемонстрированное, залатанное моя любовь, мчалась дальше и дальше, наперекор стихии. «Унося меня от спасительного берега». И вот последняя капля. Она подписала смертный приговор моему другу и привела его в исполнение. Она подписала смертный приговор моему чувству. Удар был чудовищным. Я шел по набережной мимо спасательной станции и смотрел на сорванную с петель дверь уже почти равнодушно. Тот человек, который топтался здесь час назад и разговаривал со старшиной милицией, наверное, утонул в море. Это был слабый человек, которого чувства сделали своим рабом. Его уже нет. Он больше не нужен в этой жизни и в этой истории. Он выполнил свою миссию. Сгорел дотла и уступил место тому, кто сможет довести дело до логического конца. Старшина увидел меня. «Ну что, порядок?» Я показал ему большой палец, перепрыгнул через бордюр и пошел по битому стеклу. «Дал показания». «А как же?» Я заглянул в темную тробу кабинета. «Бумага, в которую бандероль была завернута, где была?» «В тазу», — ответил старшина. «В этом углу он стоял». «Нашли того, кто принес бандероль?» «Нашли пенсионер из железнодорожника», — говорит, в Москве на Курском вокзале незнакомый парень передал. Узнал, что едет сюда, стал умолять, деньги большие предложил. «Не сказал, что там. Лекарство, — говорит». «Его нашли?» «Да куда там?» «Спрашивай ему пенсионера, опишите его внешность». «Тот, — говорит, — широкие плечи, кожаная куртка, бритая голова, черные очки». А не смутило, что обратный адрес — Таджикистан? Парень этот объяснил, что в бандероле мумиё, которое ему из Куляба прислали. «Спасибо», — сказал я, протягивая старшине руку. «Пошел я. Если что узнаю, сообщу». «Давай, заходи», — кивнул старшина. Я вернулся домой, снял с нижней полки томик толкового словаря, где хранил письмо Валерии, развернул и поднёс к свету. «Борис — замечательный друг, и я по-доброму завидую тебе». Слово «Борис» можно прочесть как «Пфис», потому как буквы «О» и «Р» стоят совсем рядом, сливаясь в одну. Так же было написано имя Бориса и на бандероле. Я сжёг письмо в пепельнице, как делал Штирлиц, и приволок из кухни кипу старых газет. Первые страницы меня не интересовали, и я просматривал подвал последних страниц, где обычно публиковали рекламу. «Прекрасный отдых» предлагает турбюро «Интур-Шейх». «Барселона», «Коста-Браво», «Италия», «Канарские острова». Отпадает. Дальше. «Экзотур» в Грецию. «Дельфы», «Метеора», «Красное море». Не то. «Компани Лимитед Пилигрим предлагает ОАЭ», «Дубаи», «Шоп-туры», «Рождество» в Боливии, «Карнавалы», «Полупансион». Стоп. Мой взгляд упал на графу, где значилась цена. «2150 долларов». «2150 баксов». Я вырезал объявление, прикнопил его к двери и вышел из квартиры. К причалу, где все еще покачивался на вялой волне Арго, я спустился через крепостной вал, едва не сломав себе шею на скользких, отшлифованных туристами камнях. Но зато втрое сократил путь. «Вадим», — подумал я, — «пожалуй, только он». Полурыбак, полукоммерсант Вадим, мой сосед, живущий этажом ниже в первом подъезде, человек настолько добродушный, насколько и скрытный, которого зимой одолевали смертная скука, а летом многочисленные родственники, косяками наезжающие на его дачу, скрытую в зарослях черного винограда, был влюблен в своего дефектного, рожебородого резиншнауцера Джима и в мою яхту. Эта влюбленность была прочной и неприходящей, и поддерживала наши с ним отношения на хорошем приятельском уровне уже несколько лет подряд с той поры, как я приехал ухаживать за бабкой и выкупил из ростовского яхт-клуба за относительно мизерную цену Арго. Вадим крутился у баркасов, которые причалили вчера вечером после похода за килькой. Иногда он скупал у рубаков несколько бочек малосоленой рыбы и переправлял ее в Москву. За счет таких сделок он жил и кормил своего пса. Вадим пожал мне руку. — Слышал про Бориса? — спросил он, сверкнув матовыми фиксами, которыми был полон его рот. Я кивнул и сразу перешел к делу. — Вадим, я хочу продать Арго. Он удивился решительности такого перехода на другую тему, который не был готов. — С чего это ты вдруг? — Так сложились обстоятельства. — Разочаровался? — А мне рассказывали, как ты вчера с ума сходил. — Не побил? — Нет. Можешь посмотреть, волну держит прекрасно. — Да уж, прекрасно. Чего это она у тебя так осела? — Ты там в каюте бассейн решил устроить? — Я серьезно, Вадим, за две тысячи баксов. — За сколько? — переспросил он. — За две двести. — Ну ты даешь, — покачал головой Вадим. — Ты, наверное, точно ее тюкнула ко мне. — Помоги мне, — попросил я. — Мне очень нужны деньги. Яхта в порядке. — Вообще-то такой ценой ты только отпугнешь покупателей. Сказал бы двадцать тысяч. — Две двести, Вадим. Но срочно. Вадим все еще не мог решиться поверить мне. Он буркнул, что-то здесь не то, и пошел к яхте. По очереди мы запрыгнули на корму. Вадим открыл дверцы переборки, наклонился и вошел в каюту. — Могу представить, сколько здесь было воды, — сказал он, глядя себе под ноги, где еще журчало, переливаясь из стороны в сторону вода. Нары промокли насквозь. — Матрацы поролоновые, — сказал я. — Отнесешь домой и просушишь. — А трюм? — Давай-ка в трюм заглянем. Я отвинтил винт ключка, поднялся на крышку. Вадим склонился над лёгком. Темно, как у негров задницы. — Послушай, Кирилл, а ты не шутишь? — Нет, не шучу. — И не жалко продавать? — Жалко. — Лучше возьми в долг, а яхту оставь. — А ты дашь мне две тысячи баксов в долг? — Я? — он усмехнулся. — Нет, братишка, я не дам. У меня нет таких денег. — А кто даст? Вадим выпрямился, пожал плечами. — А хрен его знает. — Вот потому и продаю. Найди покупателя. Вадим сел на стол, скрестил на груди руки. — Короче, за две тысячи двести баксов ты её продаёшь? — Да. Ты можешь наварить на ней, сколько сумеешь, а мне дай две двести. Вадим почесал затылок. — Если б летом... Да... Вообще-то заманчивое предложение. Документы на яхту у тебя в порядке? — Да, паспорт, права и выписка из протокола яхт-клуба о продаже. — Были бабки сам бы купил, — сказал Вадим, мечтательно осматривая каюту. — Катал бы летом отдыхающих, с девочками веселился. Не трави душу. Вадим помолчал минуту, потом протянул мне руку. — Ну что, будем считать, договор заключён? Только уж никому не предлагай. Я ищу покупателя. Лады? Мы пожали друг другу руки. Три дня спустя Вадим принёс мне деньги. Я дал ему расписку для нотариуса, и мы распили бутылочку шампанского. А когда Вадим ушёл, я сбрил бороду и выкинул в мусорное ведро старую, застиранную дырявую во многих местах матросскую тельняшку. Глава четвёртая. С лякотным и промозглым декабрьским утром я вылетал из Шереметьево на аэробусе Ил-86 в далёкий Лапас, имея с собой сто долларов, маленький рюкзачок, одноместную палатку, примус, сухпаёк на неделю, да складной нож, по своим размерам больше напоминающий мачете. Таких же, как я, пассажиров, летящих в Боливию по путёвке на Рождество, разместили в салоне второго класса, отличающегося от первоклассного лишь тем, что вместо мартини нам разносили только водку и пепси-колу. Гидесса, дама в летах, с неестественным для этого времени года загаром, пыталась привлечь внимание рассказам о географических и этнографических особенностях современной при Амазонии. Но её, кроме меня, никто не слушал. Я сильно отличался от остальных пассажиров внешним видом. На мне не было ни малинового пиджака, ни драпового пальто до пят, ни норковой шапки. Я был одет, мягко говоря, своеобразно, выцветший горный комбез цвета хаки и кроссовки на толстой подошве. Впрочем, богатая публика, позволившая себе отметить Рождество на противоположной стороне земли, воспринимала мой внешний вид как обыкновенное чудачество, которое было позволительно всем и в любом проявлении. К несчастью мне выпало сидеть в среднем ряду, где процесс взаимного знакомства и братания проходил наиболее активно. Не успели мы набрать высоту, как ко мне на колени села изрядно подвыпившая девица в норковом манто, в тропике собралась, и, размахивая над моей головой ополовиненной бутылкой шампанского, предложила выпить с ней на брудершафт. Мы особенно не выделялись, потому как подобным делом было занято полсалона. — Я хочу быть с тобой, — сказала она мне, стряхивая пепел с тонкой сигаретой мне на плечо. — Гоша мне надоел. Он жмот. — А как тебя зовут? — Кирилл. — А я Аня. — Можно Анюта? — Гоша меня называет Аннушкой. Я разлила масло на его пути, — это он так говорит, — и теперь, если у него что-то не ладится, то виновата я. — Только давай не теряться, ага? — Ты с бабой или один? — Сам по себе. Как кот. — А усики бы тебе пошли, маленькие такие усишки. Я пообещала Аннушке отпустить усы, но она не отстала, попросила вечно улыбающегося тучного мужчину, который сидел рядом со мной и уже несколько часов подряд пытался познакомиться, немного подвинуться, заняла его место, хорошо, что свободных было полно, и мой сосед пересел на другой ряд, и щедро налив шампанского в стаканчик, так что пена с шипением поползла по ее руке, заставила меня выпить за наше случайное знакомство. Это было милое юное создание с бледным лицом и ярко-алыми губами. Ее светлые волосы были зачесаны назад и скреплены сзади черной бархатной заколкой. На ушах покачивались тяжелые золотые серьги, белая кофточка с глубоким вырезом спереди, надетая поверх бархатного платья, цвета изумруда, оголяла ее округлые плечи и шею, оплетенную ожерельем под жемчуг и золотой цепочкой с православным крестиком. Она была мне приятна в сравнении с ее туповатым дружком Гошей, который вскоре подвалил к нам, обнимая рыжую женщину с совершенно безумными глазами, и, покачиваясь, долго стоял над нами, пытаясь что-то сказать. Аннушка, игнорируя его, стала меня обнимать, что-то шептать на ухо. Я уже приготовился к воспитательным мероприятиям на тот случай, если Гоша попытается грубить, но Гоша лишь с трудом выговорил, я тебя больше знать не знаю. А рыжая хлопнула его по груди и сказала «Правильно!» и утащила в район туалетов. Полет в соответствии с пожеланиями экипажа корабля был приятным. Почти двое суток, оставляя под крыльями Ирландию, Канаду, Кубу, Венесуэлу, Колумбию, Аргентину, летели мы до Ла-Паса. Я надеялась, что Аннушка быстро отвяжется, но она не покидала кресло рядом со мной, много спала, положив голову мне на плечо, а, проснувшись, начинала рассказывать о своих подругах. Мой бывший сосед, занявший место впереди, продолжал клеиться, прислушивался к нашему разговору, к месту и не к месту вставлял фразы и не переставал слащаво улыбаться. Мне очень хотелось послать его подальше, но навязчивая мысль о слежке, об агентах Картавова и Валерии, вынуждала больше помалкивать, слушать нежный голосок Аннушки и, следуя совету Бориса, отыскивать в ее рассказах и поведении то, что удивило бы меня. Но истории о подругах были банальные и скучные. Когда праздный народ в самолете выпил все, что мог, перезнакомился всеми доступными способами, когда всем уже порядком надоел комфортабельный аэробус и услужливые стюардессы, как, собственно говоря, и сам туризм, мы приземлились в аэропорту Ла-Паса. Из открывшейся дверцы в салон хлынул поток горячего воздуха, словно из доменной печи. Норковый шуба и манто, как по команде, съехали с дамских плеч, а мужчины стали снимать с себя пиджаки и галстуки. Я не принимал участия в массовом раздевании, потому как был одет вполне по местному сезону. Гидесса, суетясь у выхода, скороговоркой напоминала о вещах, которые не следует забывать, о дисциплине и порядке. Аннушка, которой самолеты Гоша осточертели до предела, взяла меня за рукав и потащила к выходу. Мы ступили с ней на трап в числе пассажиров из салона первого класса. Аннушка сразу нацепила на нос огромные солнцезащитные очки, отдала мне свое манто, чтобы я нес его, и, расталкивая бизнесменов, полетела по трапу вниз. Я едва поспевала за ней, не понимая, к чему такая спешка на сорока градусной жаре. Аннушка объяснила, не вдаваясь в подробности, быстрее получим вещи. Успеем выпить по стаканчику чего-нибудь прохладительного. Я думала о том, как отвязаться от Аннушки и назойливой Гидессы. Как в вестибюле перед нами неожиданно вырос мой прилипчивый сосед. Я еле угнался за вами, признался он, вытирая красное влажное лицо. Холодненькая кока-кола не желаете? Не желаем, ответила Анна, и вообще мы хотим остаться вдвоем. Господь с вами, рассмеялся толстяк, пойдемте получать вещи, а то потом будет толкучка. И он исчез в толпе. Наш багаж только начали выгружать на крутящийся парапет, как я сразу увидел свой рюкзак. Ты меня подождешь? спросила Аннушка. Я ответил нечто нечленораздельное. — Слушай, ты прикольный мужик. Рюкзак-то тебе зачем? — В поход пойду. — Правда? В джунгли? Слушай, я всю жизнь мечтала пойти в поход по джунглям. Ты меня с собой возьмешь? Я бы с радостью, но ты одета не для джунглей. Встретимся перед обратным вылетом. Она что-то кричала мне в спину, но я уже быстро проталкивался через пестрый лют. Анна пыталась догнать меня, но посреди зала поломала каблук, которым тотчас запустила в меня. Она кинула его метко. Каблук треснул меня по затылку, но я все равно не остановился. Солнце заливало площадь, окруженную пальмами, похожую на остров, по которому медленным потоком двигались автомобили, тесно прижимаясь друг к другу. А рядом, по тротуару, в не меньшей тесноте, колыхало-соребило всеми цветами радуги толпа людей — темноволосых, бронзово-лицах. Автомобили нещадно сигналили, горячий воздух с запахом гниющих на жаре фруктов перемешался с тяжелым угаром выхлопов. Уже через минуту я вспотел так, что ткань комбеза прилипла к спине под рюкзаком, а под мышками проступили темные пятна. Я встал рядом с мусорной урной, опустил рюкзак на асфальт и принялся стаскивать куртку. Меня тотчас столкнули чемоданами, затем на ногу наехал какой-то босоногий рикша. Хорошо, что груз, который он вез, не был слишком тяжелым, иначе моя ступня превратилась бы в ласту. Я понял, что через минуту-другую меня либо затопчут, либо завалят мусором. И снова, закинув рюкзак за плечи, быстро пошел через площадь. Под пальмой, на ровно подстриженной травке, я, наконец, стащил с себя грубевшую от пота куртку, оставшись в одной темной майке. Жить сразу стало намного легче. Мои познания в испанском были весьма скромные, точнее, их вообще не было. Разговорник, которым снабдили меня в туристической фирме, лежал в кармане брюк. Я шел наугад, просто ради того, чтобы хоть что-нибудь делать, как-то двигаться к своей далекой цели. И на ходу листал разговорник. Знакомство, в гостинице, в баре. Я задел плечом очень крупного мужчину, потного в такой же степени, как и я, и мы гладко скользнули друг от друга. Я подумал, что он тотчас обернется и как минимум обложит меня местным матом, но ничего подобного не произошло. Я снова опустил глаза в книжицу, которая должна была помочь мне преодолеть языковый барьер. Вот нужный раздел в дороге. Вы не скажете, в котором часу отправляется поезд в Мадрид? Вот уж подходящая фраза. Если я сейчас обращусь к кому-нибудь с этим вопросом, то меня моментально отвезут в психушку. Вы не скажете, как добраться до... А вот это ближе, хотя тоже сильно отдает маразмам. Не скажете ли вы, уважаемая синьорита, как добраться до Лимы, столицы Перу? Почему так жарко? Полчаса я изучал прилагающиеся к путевке карту Боливии и граничащих с ней стран. Этим надо было заниматься в самолете, подумал я, накрывая голову носовым платком. Во всяком случае, в салоне было прохладно. К тому же разносили напитки. Путеводитель, где были указаны лишь банки, полицейские участки, российское консульство до агентства аэрофлота, мало чем помог мне. Я прочитал его от корки до корки, после чего отправил в урну. Лишний вес мне ни к чему. Ближайшая задача все еще оставалась нерешенной. Я был слишком уверен в себе, когда задумывал это путешествие. Я взялся за лямку рюкзака, как за спасательный круг. Однако неожиданно за спиной раздался знакомый голос. — Какой же ты поганый тип, Кирюша! Бросил девушку в чужом городе. Я обернулся. Припадая на босую ногу, с бутылкой в одной руке и туфлей без каблука в другой, ко мне приближалась Анна. — Послушай, зачем ты за мной следишь? — начал сердиться я. — Мне надо решить свои дела. Я не хочу тебя видеть. — Ну, ладно, ладно! — поморщилась она и села рядом. — Сейчас уйду. Не думай, что ты мне очень нужен. Просто я хочу досадить Гоша, этому колорадскому жуку. Она протянула мне туфлю. — Отремонтировать можешь? Я покрутил его в руке и вернул. — Ее проще выкинуть. Анна так и сделала. Сначала одну, затем, сняв с ноги, запустила в кусты другую туфлю. — А в чем же ты будешь ходить? — В чемодане, кроссовки. Да и вообще здесь многие женщины ходят босиком. — Ну, давай же пить, открывай бутылку. — Послушай, ты такой скучный, что мне хочется выть. — Я тебя предупреждал. — Нет, ты меня коварно обманул. Сначала прикинулся туристам, пообещал джунгли, а оказался занудой. — Я тебе ничего не обещал. — Ну, ладно, не зуди. Откупоривай. Я не хочу пить. — Слушай, Кирилл, я тебя сейчас прихлопну. Ты можешь сделать глоток ради дамы? — Только ради дамы я откупорил бутылку, а это оказалась шипучка, и половина вылилась на ее норковое манто. Аннушка равнодушно стряхнула брызги, пригладила мокрую шерстку ладони и спросила. — А тебе здесь нравится? — Не очень. — Зачем же ты сюда прилетел? Коммерция? Или что, покруче? Она теребила в пальцах прядь моих волос над ухом. — Наркобизнес, — ответил я. — Скупаю кокаин и перевожу его в Россию. — Моя третья ходка. — Врешь? — сразу ответила Аннушка. — Такие котики, как ты, никогда не держали в руках наркотиков, оружия, ну и прочих страшных штучек. А самое рискованное дело для тебя — это проводить даму вечером из кино до подъезда. Раскусила. Ну вот видишь, а в самом деле зачем? Я ищу одного человека. — Женщину? — догадалась Анна. — Женщину? — Все, пресс-конференция окончена. Она отпила из бутылки, пенополилась по ее щекам, шея. Аннушка долго держала вино во рту, надув щеки, пока смогла проглотить. — И за эту гадость я отдала два бакса. — А ты чего не пьешь? — Минералки были ледяной. — Так пойдем поищем минералку. — А ты не боишься потеряться? Группа, наверное, уже садится в автобус. — Нет, не боюсь. В путевке все расписано. Где гостиница, как добраться. Такси довезет. Зато Гошик понервничает, поскрипит зубами. Я ему попорчу кровушку, а потом засранцу за все отомщу. — За что ты его так? — За все. Он жлоб и бабник. Не успели приехать в Шереметьево, как он тут же приклеился к рыжей дуре. Я ему дала в рожу. Он обиделся и забрал у меня деньги. Сотни две осталось. — Ну, я вряд ли смогу тебе помочь, — ответил я. — У меня всего сто баксов. — Ой! — Аннушка скривилась. — Еще один спонсор. Помогальщик в потертых штанах. Ты думаешь, мне нужен твой тощий бумажник? Сейчас допью и пойду. Сиди тут со своим дурацким рюкзаком в обнимку. Несколько минут мы сидели молча. Аннушка потягивала из горлышка вино и смотрела на площадь. Монто, словно крупная кошка, клубком свернулась на скамейке между нами. — Зачем ты это взяла с собой? — спросил я. — В Москве холодно было. — А знаешь, как оно греет? Вот накинь себе на плечи. — Да нет, спасибо. Я не замерз. Нет, накинь. Накинь, попробуй. Тепло? — Тепло. Вот видишь, она стянула норку с моих плеч. — А можно кому-нибудь продать? Красивая ведь штучка, правда? А как ты думаешь, за тысячу баксов ее можно продать? — Я думаю, что здесь ее никто не купит. — А застольник? Ну, разве что какой-нибудь придурок. — Надо искать придурка. Кирилл, а, по-моему, у тебя чутье на придурков. — Я видела, какими глазами ты смотрел на Гошика. Мое терпение лопнуло. Я встал, потянулся за рюкзаком. — Ты куда? — Анна, нам с тобой в разные стороны. — А где твоя сторона? — Я еду в Лиму. — Ты думаешь, там норку купят? — Лима — это столица Перу, другого государства, учебник для пятого класса средней школы. — Ну, ладно, — нахмурилась она и кинула бутылку под скамейку. — Не надо учить. Я тебя провожу. Надеюсь, мое общество не слишком тяготит тебя? Я пожал плечами. Пусть волочится за мной сколько хочет, — подумал я. В конце концов, какая мне разница? Глава пятая Через пальмовый газон, грязные улочки и трущобы, повинуясь только интуиции, я вышел на автомобильную трассу, и там принялся голосовать. Было бы лучше, если бы я повесил себе на грудь табличку с названием города, куда хотел уехать. Но у меня не было ни бумаги, ни ручки. Анна, разомлевшая от вина и солнца, сидела на обочине и дымилась сигаретой. Она словно прочитала мои мысли, подобрала с земли кусок фанеры, вынула из сумочки губную помаду. — Напиши, куда тебе ехать, а то месяц тут проторчишь. Губная помада на жаре стала мягкой, и на пять букв я истратил ее всю. Облака, повисшие зонтиком над белоснежными горами, немного притушили солнечный зной, но все равно больше часа мы бы не выдержали. Едва ли не каждая вторая машина притормаживала, водитель смотрел на надпись, отрицательно качал головой. И ехал дальше. Гуаки — приграничный город, расположенный на берегу озера Титикака. Я предполагал, что там может быть курортная зона, которую часто посещают боливийцы. Но, как видно, ошибся. Бедный народ не интересовался курортной зоной. Вскоре рядом с нами тормознул пикап. Я начал лихорадочно листать разговорник, но пухлогубый водитель, вращая белками глаз, отрицательно покачал головой, замахал руками и сделал вполне понятное движение пальцами. «Боливиано? Песо Боливиано?» — спросил он, интересуясь, сколько я готов заплатить. Боясь предложить ему слишком много, я не совсем уверенно показал ему на пятидесятидолларовую купюру. Но водитель мгновенно выхватил ее из моих рук и показал рукой на сиденье рядом с собой. «Надо было предложить ему десять!» — зашипела за моей спиной, как жена Анна, и тоже села в кабину. «А ты куда?» — удивился я. «Тебя одного только за смертью отправлять. Поехали, сеньор! Ком-ком!» Мы помчались по шоссе мимо полей, где таскали плуги не то быки, не то буйволы, мимо деревенек, сквозь которые прорастали высокие, как мечети, деревья. И когда я уже настроился на долгую приятную езду, на горизонте, в обрамлении пологих гор, блеснула матовая поверхность озера. «Что, уже приехали?» — удивился я. Болевец принялся что-то объяснять, но я, разумеется, не понял ни слова. Тогда он вымоченно сотворил пару фраз на английском, приняв нас за американцев. Когда мы проскочили дорожный знак с обозначением населенного пункта Гуаку, я догадался, что он интересуется, куда нас везти дальше. Я сказал «Перу, нам надо в Лиму, понял?» Он понял, переключил передачу и снова надавил на акселератор. Мы снарядом неслись мимо глиняных домиков, крытых тростниковыми крышами, длинных изгородей, ограждающих пастбища, мимо песчаного пляжа с причалами на прогнивших бамбуковых опорах и парусниками с латанами серо-грязными парусами. Анна не отрывалась от окна, восклицала при виде каждой диковинки, будь то немытый младенец, купающийся почему-то вместе с утками в грязной луже, или протянутый от шеста к шесту веревки, на которых, как белье, сушились на ветру разделанные рыбины. Вскоре мы подкатили к пограничному посту со шлагбаумом, который приводился в действие при помощи связанной множеством узлов веревки и грозного полисмена, вооруженного дубинкой и длинноствольным ружьем. В очереди на пересечении границы стояли три автомашины. Наш водитель, полагая, что отработал деньги, развернулся в обратном направлении и съехал на обочину. Я не спешил выйти из машины. Это был удобный наблюдательный пункт. Анна толкала меня в плечо. «Слушай, через такую границу я с полпинка пройду. Давай поспорим. Я зайду в Перу и тут же выйду обратно». Водитель, наблюдая за работой контрольного пункта, усмехнулся, хлопнул ладонью о ладонь и что-то сказал. «Хорошо, только еще раз и, пожалуйста, по-русски», ответила ему Анна. «Смотри, смотри», – я ткнул пальцем в стекло. «Они дают ему бабки», – сказала Анна. «И это для того, чтобы открыть визу?» «Послушайте», – громче сказала она, обращаясь к водителю и делая паузу между словами. «А сколько надо долларов? Сколько надо, чтобы открыть?» «Ну, чтобы пропустил?» Водитель догадался, растопырил перед ее лицом обе ладони. «Тэн, десять баксов? Всего-то? За такое удовольствие? Тогда вперед!» «Дон Педро, вперед! Поедем в Перу смотреть на диких обезьян! Они как прыгнут!» Но боливиец отрицательно покачал головой. «Ноу-ноу!» Я достала с кармана последнюю пятидесятидолларовую купюру. Водитель лишь мельком взглянул на нее и снова замотал головой. «Ну, Дон Педро!» – излишне громко возмутила Санна. «Мы так не договаривались!» И вдруг, к моему изумлению, она взялась с сиденья и кинула ему на плечи, пахнущие шампанским и духами норковое манто. Это был широкий жест. «Отдаю Анне должное!» И водитель, будучи человеком здравомыслящим и сознающим, что такое везение случается раз в жизни, тотчас завел машину и пристроился в хвост очереди. «Ура!» – потирала от удовольствия ладони Анна. «Обожаю приключения!» «И откуда ты взялась на мою голову?» – вздохнул я. Прошло немного времени, и мы подъехали к шлагбауму. Первый раз в своей жизни я пересек границу десять лет назад, когда летел из ташкентского аэропорта Тузель в Кабул. Совсем недавно я преодолел рубежи родины в Шереметьеве перед посадкой в самолёт до Ла-Паса, так как сейчас я не пересекал границу ещё ни разу. Полицмен махнул дубинкой, подошёл к водителю, протянул руку ладонью вверх. Мы с Анной услужливо подали ему свои российские паспорта. Ручаясь головой, он таких не видел ещё никогда. Серо-зелёную купюру очень медленно, так что её смог бы заметить и слепой, и опустил в свой паспорт. Водитель же вместо паспорта протянул какую-то сложенную в четверо бумажку. Сраж порядка действительно был немало удивлён, раскрыв наши паспорта. Только деньги его ничуть не удивили, и он спрятал их в карман, тренированным и полным достоинства движением. Паспорта он перелистывал от начала до конца, читая или, во всяком случае, пытаясь прочесть всё, что там было написано. Потом зашёл в будку, чем-то постучал там, вышел, осмотрел автомобиль, заглянул в багажник, который водитель открыл ему ударом кулака, после чего вернул нам паспорта с лиловым штемпелем перуанской визы. Анна запищала от радости, схватила меня за шею и принялась целовать меня, хотя я вовсе не испытывал такой бурной радости. Наш дон аккуратно проехал под шлагбаумом, приподнятым настолько скупо, что металлическая труба едва не оцарапала крышу автомобиля, и помчался по трассе, плавно поднимавшись в горы. Не знаю, как он оценил щедрый дар Анны, но поработал этот человек на нас неплохо. С тремя дозаправками, почти без остановок и без отдыха, мы гнали по горной дороге через кордильеры к океану. Водитель был вынослив, как конь. Он легко, так во всяком случае казалось, перенес ночь за рулем, в то время как Анна, свернувшись клубком, спала на заднем сиденье, расположившись на нем, как на диване. А я клевал носом, всматриваясь в красные скалы, наплывающие на нас в лучах фар. К следующему полудню мы домчали до приморского поселка Пуэрто-Ломос, где жил давний знакомый водитель, и там же, на берегу океана, рядом с рыбацким сараем, он категорично и однозначно показал нам на дверце автомобиля. Мы поняли, что больше ничто, ни деньги, которых у меня уже не было, ни подарки, ни просьбы и уговоры, не заставят боливийцы мчаться дальше в Лиму. Мы с Анной выползли на прибрежный песок и, пошатываясь, пошли к океану. Бешеная гонка по горному серпантину загасила пыл моей случайной спутницы. Она упала на песок в своем декольтированном бархатном платье цвета изумруда, в котором щеголяла по салону самолета, и не подавала признаков жизни до тех пор, пока я не сходил к рыбакам и не обменял свой нож на большую вяленую рыбину и кусок черствого хлеба. Запах еды быстро привел девушку в чувство. Она вгрызалась в мягкое янтарное тело рыбы, вырывала большие куски, постановая, жевала их, заедая кусочками хлеба. — У тебя есть деньги? — спросил я. Она кивнула. Ответить не могла. Рот был занят. Вытащил из-под себя сумочку и кинул ее мне. — Аой! — Что? — Аой-о! Она делала гримасы, от которых я не мог не рассмеяться. Дожевала большой кусок рыбы и повторила. — Открой ее! — Там должно быть двести баксов. Я не привык лазить в дамские сумочки, дождался, когда Анна утолит голод и сама даст мне деньги. Сто пятьдесят. И два раза по двадцать. Я взял полсотни. Верну дома. Анна махнула рукой. — Да что ты в самом деле? Бери все, они твои. Ну, то есть наши. Мы же теперь вдвоем? — Надо же, какая щедрая. Тебе надо возвращаться, Анна. — Это почему мне надо возвращаться? Как я отсюда доберусь до Ла-Паса? Ты хочешь, чтобы меня прибили где-нибудь по дороге в горах? Зачем ты со мной поехала? А если бы не поехала, то чем бы ты заплатил водителю? Пошел бы пешком. Пешком. Боюсь, что ты здорово опоздал бы к обратному вылету. — Ты мне очень напоминаешь одну молодую особу, — сказал я. Анна хмыкнула и поджала губки. — Ту особу, которой ты мчишься, чертя голову? Допустим. — У вас, значит, с ней роман? Слово «роман» она произнесла издевательски пренебрежительно. Ну, что-то вроде этого. Я встал на ноги и протянул ей руку. — Ты не хочешь искупаться? — спросила Анна, подавая мне ладонь с таким видом, словно я собирался ее поцеловать. Вместо ответа я рывком поднял ее на ноги, крепко сжал руку выше локтя и подтолкнул к сараю. Она восприняла это как проявление грубой мужской страсти и подчинилась мне, хотя старалась не слишком явно поддаваться и едва передвигала ноги. Я втолкнул ее в сарай, прижал к его дощатой, исполосованной светящимися трещинами в стене и положил свою руку ей на шею. — Ну вот что, крошка! — сквозь зубы процедил я. — Хватит разыгрывать комедию. Не принимай меня за идиота, который ни о чем не догадывается. Кто тебе велел следить за мной? Кто послал тебя? Отвечай, или я придушу тебя! Анна попыталась оторвать мою руку и освободить шею, но у нее ничего не вышло. Она широко раскрыла глаза и выкрикнула. — Ты спятил? Никто меня не посылал! Ты больной! Ты маньяк! — Не ври! — рявкнул я и слегка придавил ее горло. Анна попыталась ударить меня по лицу. Несколько плюх достали меня, и я чуть отстранился от нее. — Придурок! Маньяк! Псих! — кричала Анна, правда не слишком громко. — Кому ты нужен, чтобы следить за тобой? — Я тебе не верю, крошка! — сказал я, снова приблизившись к ее лицу. — Я не верю тебе, ясно? Ни слову, ни крику, ни взгляду. И сейчас я буду тебя убивать. Я произнес это с такой убедительностью, что мне самому стало не по себе. Анна, однако, не показывала страха. Лишь немного потух ее взгляд, и голос стал глуши. — Ну давай, давай, принимайся, труподел! И защряйся, людоед! Я не понимал, что со мной происходит. Я не мог расколоть этот орешек. Я не только бил по нему у кувалда, я подложил его под пресс. Но он выдержал. Все женщины-артистки, но не в такой же степени. Анна была готова умереть. Но за что? За какую идею? Ради чего? Не я, а она приперла меня к стене, заставляя поверить ей. Это была страшная пытка. Я давил ей рукой на горло, выжимая из нее признание. Но с каждым мгновением становилось все хуже и тяжелее мне, а не ей. Я закричал, словно от невыносимой боли, отшатнулся от нее и несколько раз ударил по щекам, открытой ладонью. Волосы упали ей на лицо и закрыли его. Шатаясь, я вышел из сарая, побрел к воде, упал на песок. Теплая волна накрыла меня с головой, обняла и поволокла за собой в пучину. Я не сопротивлялся до тех пор, пока не стал тонуть. Поднял голову над водой, отдышался и сделал несколько сильных грибков к берегу. Очередная волна сначала помогла мне, подтолкнув вперед, но затем на откате с удвоенной силой потащила назад. Теперь я уже работала руками без остановки. Каждая волна, будто подразнивая, приближала меня к берегу, а затем, не позволяя выбраться на него, силы оттаскивала назад. Океан игрался со мной, как пробкой от вина. Я, наивно полагая, что смогу быстро выбраться на песок, растратил силы, и мои движения становились все более слабыми и беспомощными. Я бил по воде, делал нелепые движения ногами, пытаясь достать дна. Но было глубоко, и волны накрывали меня с головой. Я понял, что не смогу выбраться на берег. Эта мысль пришла внезапно, и столь же отчетливо я понял, что это истина. Здесь, на этом безлюдном диком берегу, черт знает где, на самом краю света, через десять-пятнадцать минут от силы, я отдам Богу душу. Я почти равнодушно воспринял собственную готовность к смерти. Я был грешен, мои цели были чернее ночи. Я устал, я запутался. Вода была горько-соленой. Я стал отплевываться, попытался лечь на спину, чтобы сохранить остаток сил. Но меня тотчас накрыло волной, придавило страшной тяжестью, протащило по донному песку, перевернуло ногами к берегу. Конец был страшен. Я умирал от удушья. Я отталкивала себя дна, но вода втирала меня в песок, закапывала живым. И очень быстро наступил момент, когда я перестал бороться за себя. Не понимаю, как она нашла меня под водой. Я почувствовал сильный рывок за волосы и, очутившись на поверхности воды, вздохнул воздуха. А когда очередная волна снова накрыла меня, то стал кувыркаться в белой пене уже с Анной вдвоем, что было намного легче, чем одному. Она сейчас была сильнее меня и вовсе не топила, что по всем законам логики должна была сделать. Все время оттаскивая меня к берегу, она вырвала меня из волн, и когда я упал на сухой теплый песок, оставила меня в покое. Я еще тяжело дышал, не веря в свое невероятное спасение, еще лежал на песке, впитывая в себя его тепло, чувствуя, как берег содрогается под тяжестью падающих волн. А Анна, уже пошатываясь, увязая по щиколотку в песке, брела куда-то прочь от меня, и, потемневшая от воды и наливших водорослей бархатное платье, плотно прилипло к ее телу, и мокрые волосы тонкими косичками раскачивались над ее белыми плечами. Я через силу поднялся и, падая на каждом шагу, словно ноги мои были переломаны, догнал Анну. — Послушай! — крикнул я, хватая ее за руку. — Прости меня! Прости, Анна! Я сам не знал, что делал! Да остановись же ты! Глава шестая. Ее зовут Валерий, а ее отец, ее падре, Августина Карлос. Компреневу, сеньорина? Я ее ищу. Шершеляфам. Маленькая, темноволосая директриса женской гимназии смотрела на меня с сожалением, как смотрит на убогих и безнадежно ущербных людей, но, вопреки моему безобразному черт знает какому языку, поняла меня, кивнула головой, что-то тихо и мелодично ответила и показала нам санны на стуле, которых было великое множество в холле. Мы сели, рассматривая большие красочные стенды на стенах, повествующие о манерах хорошего тона и новейшей истории Перу. Пахло мастикой и цветочным мылом. По паркету с сложенному елочкой скользили тени. За большими, неправдоподобно чистыми окнами раскачивались на крепком ветру широколиственные деревья. Было тихо, торжественно и неуютно, как я всегда чувствую себя в казенных учреждениях вроде школ и институтов. Я блуждал взглядом по бледным стенам, белому потолку, с которого на длинных спиральных шнурах свисали темно-бордовые светильники, по подоконникам, упакованным в толстый слой лаковых белил и тщательно отмытым оконным рамам и фрамугам. Здесь она ходила. Паркета еще должен помнить ее туфли, ее мягкий, тихий шажок. Она смотрела на эти стены, в эти окна, прикасалась руками к подоконнику и думала о будущем. Когда она училась здесь, меня еще не было в ее жизни, и Валерия вряд ли могла даже предположить, сколько людских жизней она положит на пути ко мне. О чем она думала в те годы? О чем мечтала? О прекрасной любви? О будущем мужа, благородном, красивом и сильном человеке? Или о богатстве? О деньгах, огромных деньгах, которые можно сделать на наркотиках? Я тряхнул головой. Эта мысль показалась мне дикой и нелепой. Девочка в строгом костюме гимназистки, в темных чулочках и туфельках на низком каблуке, в сером платье, хорошо прикрывающем плечи и грудь, с аккуратной прической, уложенной на затылке узлом, в глазах которой еще нет ничего порочного и циничного. Эта девочка не могла спустя всего несколько лет хладнокровно обрекать на гибель людей, мастерски лгать, лицемерить, выкручиваться из любых сложных ситуаций, как гадюка из мокрых рук. Ты ее любишь? Анна вернула меня в реальный мир. Я потер ладонями щеки. Что ты спросила? Ты слышал. Хотя можешь и не отвечать. И где ты думаешь теперь искать свою обожаемую гимназисточку? Не знаю. Вы познакомились в России? Да, в Крыму. Она шла с группой туристов, бронзовая, как статуэтка, красивая, как богиня, в ярко-красном платье, пощелкивая кастаньетами, звеня многочисленными браслетами. И ты не мог оторвать взгляды от ее стройных ножек. Правильно? Да, почти. А перед отлетом она пылкой и страстно поцеловала тебя, и ты решил, что ее сердце навеки в твоем кармане и в своем далеком знойном перу, где так много диких обезьян. Она ждет тебя и заливает слезами подушку. Да? Да. И ты стал копить деньги, залез по горло в долги, продал машину, дом, собаку, чтобы купить вожделенный билет. Но, к сожалению, самолет летел в Ла-Пас. Но это не остановило тебя, правильно? Да. Анна поднялась со стула, встала передо мной, присела у моих ног, внимательно посмотрела в глаза, провела пальцами по щеке. Неужели ты и в самом деле думаешь, что она ждет тебя? Думаю, что не ждет. Зачем тогда эти подвиги? Ради чего? Чтобы встретиться с ней. А потом увидеть в ее глазах пустоту и разочарование? Ты хочешь убедиться, что ей будет неприятно встреча с тобой? Нет. Но что тогда тебе надо? Я промолчал. Анна долгим взглядом рассматривала мои глаза, но не стала переспрашивать. В коридоре раздались шаги. Она встала. К нам подошла директриса, и с ней пузатый человечек в ярко-оранжевой рубашке, круглолисый, потный, почти лысый. Он пожал мне руку, сделал какой-то дурацкий реверанс Анне. Здравствуйте, меня зовут Мигель, сказал он по-русски с небольшим акцентом. Я учился в Москве, могу вам помочь. Кто вам нужен? Валерия Августовна, она когда-то училась в вашей гимназии. Мигель кивнул. Да-да, я помню, пять лет назад. Она недавно была в России, но мы там потеряли друг друга. Понимаю. Может быть, она живет у матери в Литве? Нет, она недавно вернулась в Лиму. Мигель посмотрел на директрису, что-то сказал ей. Директриса пожала плечами, и короткой фразой ответила Мигелю. Понимаете, медленно произнес Мигель, у Валерии нет дома в Лиме. Может быть, вы знаете, где живет ее отец, Августина Карлос? Мигель и директриса снова мельком переглянулись. Директриса пожала плечами, развела руками и быстро заговорила, обращаясь ко мне. Мигель всю многословную тираду перевел весьма лаконично. Нет, отца найти нельзя. Нельзя или трудно? Но директриса уже ослепительно улыбнулась и легким поклоном головы дала понять, что разговор закончен. Мигель почему-то виноват улыбнулся и снова протянул руку. Да, к сожалению. Заходите. Всегда рады. Я обрел к выходу. Анна толкнула меня в спину и прошептала. Эта классная дама что-то недоговаривает. Но я не могу заставить ее сказать все. Не вешай нос. И для начала скажи мне ясно, на кой черт сдалась тебе эта Валериана Мариана? Неожиданно нас нагнал Мигель. Придерживая под локоть, он вывел меня на улицу, остановил на лестнице и сказал негромко. Пройдете прямо до перекрестка и направо. Там рынок. Найдете ряд, где торгуют масками. Увидите толстого торговца. Раза в три толще меня. И спросите у него про Августина. Может, он знает. Его зовут Хорхе. Только не говорите, что я послал. Он показал нам затылок и закатился за двери. Мы с Анной переглянулись. Ну вот. Видишь, как все просто, сказала она. Хорхе, который торгует на рынке масками. Вперед! Так как местные водители не подчинялись никаким правилам дорожного движения, мы перебежали опасную дорогу. Анне бегать было достаточно трудно, но не только потому, что она все еще была босой. Ее некогда красивое бархатное платье после купания в океане сжалось и уменьшилось на несколько размеров, сразу подскочив, как курс доллара, на несколько пунктов выше колен. Теперь стоило ей немного пробежаться или пройти широкими шагами. Нижний край платья оголял ее ноги. Можно сказать, в полном объеме. Она постоянно дергивала подол. Но это было столь же тщетно, как если бы она натягивала на колени майку. Ни один мужчина, мимо которого мы проходили, не оставался равнодушным к белокожей девушке, столь смело демонстрирующей свои ножки, и обязательно провожал нас взглядом. Мы были объектом всеобщего внимания до тех пор, пока не смешались с пестрой толпой на рынке. Анна просматривала левый ряд, а я правый. Продавцы размахивали руками, горланили, всовали нам в лицо ананасы, бананы и апельсины, и отвязаться от них, как от мух, было невозможно. Анна понравилась торговцам, и многие из них, обозначая восторг, дарили ей фрукты. Она машинально брала, что ей давали, машинально делилась со мной, и машинально ела. Это было кстати, потому что мы давно проголодались. Продуктовые ряды сменились вещевыми, и мы удвоили бдительность. Анна толкнула меня локтем, и взглядом показала на мальчика продавца. Я только тогда увидел, что на груди темнокожего мальчика висит деревянная маска с разинутой пастью и узкими прорезями для глаз, украшенная тростником и перьями. Я щелкнул пальцами, привлекая его внимание. Мальчишка, принимая нас за богатых покупателей, едва ли не лег грудью на прилавок, стараясь быть ближе к нам и демонстрируя готовность обслужить по высшему классу. Он что-то спросил, тронул рукой маску. Я отрицательно покачал головой. Мне нужен Хорхе. Где Хорхе? Мальчишка кивнул, повернулся и что-то сказал огромному баулу, прислоненному к прилавку. Баулом оказался неимоверно толстый, жующий человек в красной майке, из-под которой выкатывалась жировая складка. Человек, оперса слоновьями руками о колени, с трудом поднялся на ноги, все еще жуя, вытир руки отряпку, опустил руки на прилавок, и мальчика сразу не стало видно, как, впрочем, и товара. Я не представлял, как мы будем с ним общаться. Пока я мычал, мысленно подбирая все известные мне иностранные слова, на помощь пришла Анна. Для начала она выяснила, говорит ли Хорхе по-английски, и, получив утвердительный ответ, сказала, «Мне нужен Августина Карлос». Хорхе все еще жевал, глядя на нас безразличными глазами, имеющими легкий красноватый оттенок, и оттого он очень напоминал быка, которого пока еще не разозлили. «Он в Пукальпо, я видел его там месяц назад. А зачем вам нужен Августину?» «Мы разыскиваем его дочь», — ответила Анна. Хорхе перевел взгляд на меня, оценивающе посмотрел сверху вниз. Наверное, он оценил меня ниже среднего, потому что слегка скривил губы и снова посмотрел на Анну. Не глядя, опустил руку под прилавок, достал оттуда цветок, сделанный из разноцветной фольги и бишутерии, и протянул его Анне. «А ты неплохо шпаришь по-английски. Где это тебя так выдрессировали?» — спросил я, когда мы отошли от прилавка. «Это моя работа», — ответила Анна с нескрываемой гордостью. «Я работаю в инофирме с секретарем-референтом. У колорадского жука? У него самого. И что сказал тебе Хорхе?» Анна, поднося суррогатный цветочек к лицу, ответила. «Отец этой красавицы где-то в Пукальпо. Месяц назад Хорхе видел там его. Ну что ты морщишь лоб? Что надумал?» «Я еду в Пукальпо. Я с тобой». Я остановился, повернулся к Анне лицом. «Послушай меня. Я очень прошу, возвращайся в Ла-Пас. Найди группу, поселись в гостинице, ходи на экскурсии, в рестораны. Оставь меня в покое, ты же видишь, что мне сейчас не до тебя». «Я не хочу в Ла-Пас!» ответила Анна. «Куда ты меня все время гонишь?» «Мне интересно с тобой. Особенно хочется посмотреть на красавицу, из-за которой такой видный мужик сошел с ума. Я только гляну на нее и сразу поеду в Ла-Пас. Договорились?» «Нет, не договорились. Ты должна уехать сегодня. Я не хочу больше тебя здесь видеть». Анна нахмурилась. «Кажется, ты еще не поняла, что я не выношу, когда со мной разговаривают таким тоном. Один уже пытался меня отшить. До конца своей жизни он теперь будет горько сожалеть об этом. Ты меня смертельно напугала. Это хорошо. Мужчины должны бояться женщин. Когда боятся, тогда уважают». Мы стояли посреди торгового ряда и всем мешали. Многие Анны произвели фурор среди торговцев, и ее снова стали угощать фруктами. Я думал о том, какой аргумент нужен еще, чтобы отправить ее в Ла-Пас. Она, склонив голову на бок, щурясь от яркого света, с легкой улыбочкой смотрела на меня. «Ну и черт с тобой», — подумал я. «Ходи за мной, как тень. Больше я ни слова не скажу тебе». И, повернувшись, пошел к автостоянке, где, тесно прижавшись друг к другу, грелись на солнце грузовики и легковушки. Глава седьмая. При всей своей нищете перуанцы часто бывают бескорыстны и щедры. Водитель грузовика, разукрашенного желто-зелеными пятнами, смахивающими на обычный армейский камуфляж, ехал до Пукальпа и согласился довезти нас с Анной бесплатно. Он принял нас то ли за французов, то ли за немцев, потому как о чем-то долго рассказывал нам, размахивая руками и захлебываясь от смеха. И из всего сказанного я разобрал только два слова – Парис и Берлин. Анна попыталась объяснить ему, что мы из России, но перуанец, кажется, даже и не слышал о такой стране. Мы переночевали тут же, на стоянке, прямо в кузове грузовика, и рано утром следующего дня отправились в далекий путь. Рюкзак, чтобы он не мешал, я оставил в кузове. Тесно прижавшись друг к другу, мы с Анной сели рядом с водителем. Он был излишне разговорчив, и его ничуть не смущало, что мы не понимали ни слова. Он размахивал руками, активно крутил баранку, нещадно бил кулаком по сигнальной кнопке, привлекая внимание водителей, идущих на обгон, или девушек, стоящих на обочине. Грузовик трясся по ухабистой дороге, с каждым километром поднимаясь все выше в горы. За сутки мы проехали Анды, на восточных склонах которых прилепился маленький поселок Тинго-Мария. Быстро стемнело. Узкая дорога, отвесные скалы слева и справа, редкие деревья. Все погрузилось во мглу тропической ночи. Я, положив голову, на плечо Анни, дремал и раскачивался на сиденье из стороны в сторону. Внезапно раздался хлопок. Водитель ударил ногой по педали тормоза и что-то закричал. Вспышка на мгновение выхватила из темноты дорогу, серые скальные стены и перекошенное от испуга лицо перуанца. Следом за ним мы выскочили из машины, и я прижал Анну к засыпанной щебенкой дороге. «Мое платье!» — едва не плакала она. «На что оно будет похоже?» «Ты сумасшедшая!» — пробормотал я, пытаясь разобраться в том, что же произошло. Кузов полыхал, и удушливый дым столбом поднимался вверх. Под ногами валялись развороченные доски и тлеющие мешки с кормом для скота. «Это террористы!» — кричал водитель и отчаянно махал нам рукой. «Прячьтесь!» «Что он там бормочет?» — поморщился я. «Что-то про террористов. Послушай, а как мы теперь поедем на горящей машине?» Я присел у колес автомобиля и огляделся по сторонам. Вокруг нас никого не было, и вряд ли те, кто устроил засаду, напали на нас из этого узкого пространства, где не было выхода и простора для маневров. Вероятнее всего, разбойники бросили в кузов гранату откуда-то сверху, с нависающих над дорогой скал. Только теперь я вспомнила о юкзаке, схватился за голову, кинулся было в огонь, но мой порыв быстро угас. Поздно. Огонь сожрал не только мешки с соломой, но и рюкзак, а значит и палатку, и спальник, и многие другие необходимые мне вещи. Опасаясь, что террористы могут взять нас на прицел и перестрелять, как куропаток, я схватил Анну за руку и, заставляя пригибаться, потащил ее к реке, берег которой густо зарос кустарником. Перепуганный до смерти перуанец, увидев, что мы меняем дислокацию, жалобно закричал, и вместо того, чтобы спасать машину, кинулся вслед за нами. Мы присели под кустами в нескольких шагах от ревущей воды, разносящей вокруг себя прохладу. Анна, забочи на выпучканном в пыли платье, хлопала себя по ягодицам. Я предложил ей свою помощь. Вместо ответа Анна вдруг стянула платье и, сев на корточке у воды, принялась его стирать. «Послушай», — сказал я немало удивленный ее неадекватным поведением, «а ведь если его развесить над горящим кузовом, то оно высохнет два счета. Может быть, и мне постираться?» Анна не ответила, с размаху ударила по воде скрученным в жгут платьем. В эту минуту к нам в кустарник вломился водитель, и, увидев в отблесках огня женщину в неглиже, замер на месте. Я, поймав его дикий взгляд, пожал плечами. «Ну что я могу вам сказать? Женщина?» И снова, обращаясь к Анне, спросил. «Не могу поверить, что тебе до сих пор не надоели приключения. Не желаешь пожить в комфортабельной гостинице Ла Паса?» Террористы не спустились вниз и не перестреляли нас, как куропаток. В кустах у шумной полноводной реки мы провели остаток ночи. Перуанец с выражением невыносимой скорби смотрел, как догорает его грузовик. Я любовался непривычными созвездиями южного полушария, а Анна до самого рассвета плескалась в реке, не то стиралась, не то купалась, не то пила. У каждого человека свои странности. Когда рассвело, к нам со стороны Лимы подкатил грузовик. Водитель притормозил рядом с тлеющим кузовом, вышел из кабины, походил вокруг останков машины, перекинулся порыв раз с нашим водителем, затем развернул свою колымагу в обратную сторону. «В Лиму?» спросил я у него. Водитель отрицательно покачал головой. «Тинго Мария!» Нам ничего больше не оставалось, как возвращаться вместе с ним в Тинго Мария. Оттуда, в Лиму. До вылета нашего самолета оставалось семь дней. Мы не успевали добраться до Пукальпа автомобилем. Спасти положение мог только самолет, но на авиабилеты у нас не было денег. Чтобы прожить еще пару дней в Лиме пришлось купить женские босоножки, снять дешевый номер в гостинице и запастись продуктами. А для этого Анна, не торгуясь долго, продала на рынке свои золотые серьги. Единственным знакомым нам человеком в Лиме был Мигель. Не знаю, почему я так решил, но мне казалось, что этот плутоватый толстячок знает не меньше сотни относительно честных способов зарабатывания денег. В первый же день, как мы вернулись в Лиму, я пошел в гимназию и разыскал там Мигеля. Сначала он испугался моего появления, но я поспешил объяснить ему, что хорхи мы нашли и почти добрались до Пукальпа, но помешали террористы, уничтожившие грузовик, на котором мы ехали. «Чем же я могу вам помочь?» спросил Мигель, демонстративно поглядывая на часы. «Если бы у меня была машина, я отвез бы вас к Пукальпу». «Мы полетим туда самолетом», успокоил я его. «Вы только не знаем, как нам заработать на билеты». В то же мгновение я заметил в глазах Мигеля заинтересованный блеск. «Заработать, заработать», пробормотал он, морща лоб, покрытый капельками пота и мельком поглядывая то на меня, то на часы, то в окно. «Я могу предложить вам одну работу, это не сложно, вам белым тем более, но как бы вас не обнадежить зря». Он щелкнул пальцами и тихо сказал, «Приходите сюда, ко мне завтра утром, я познакомлю вас с одним человеком». По дороге в гостиницу я ломал голову над тем, какая работа здесь, в Южной Америке, предназначена для белых, но так ни к чему и не пришел. В нашем гостиничном номере, больше напоминающем ночлежку для нищих, я застал Анну за любимым занятием, она мыла голову. «Ну что?» спросила она, не поворачиваясь. «Ты нашел работу?» «Завтра Мигель познакомит меня с нужным человеком». «И останется шесть дней на все». «Успеем», ответил я, но без особой уверенности в голосе. «Знать бы», вздохнула Анна, накручивая полотенце на голову, «ради чего такие жертвы?» Я стояла у мутного запыленного окошка, глядя на улицу. Начался ливень, по асфальту уже текли коричневые ручьи, пенились, пузырились у водостоков. Люди, накрывая головы пакетами и газетами, разбегались во все стороны к ближайшим навесам. «Знать бы самому», думал я, «ради чего». И чувствовал, что мое отношение к Валерии меняется. Это от усталости. Так бывает, когда все мысли заняты тем, как быстрее достичь цели, смысл в ней самой иногда теряется. А что мне делать с Анной? К чему она? Глава восьмая. Приятель Мигеля был его полной противоположностью. Высокий, суховатый, молчаливый, с тоненькими усиками и щетиной на щеках, придающий лицу недобрый и мрачный вид. Одет он был в светлый костюм. Курил сигары и сочал запах сладкого одеколона. Похоже, что Мигель заранее рассказал ему обо мне и моих проблемах. Потому наше знакомство и переход к делу были стремительны. Мы вышли на улицу. Приятель показал рукой на открытое кафе, столики которого располагались прямо на тротуаре. Первым сел на стул из белой плетенки и заказал бутылку красного вина, после чего, обращаясь к Мигелю, о чем-то долго и медленно говорил. Я разобрал только слово «Эквадор» и в который раз пожалел о том, что не знаю испанского. Мигель несколько минут переваривал то, что сказал ему мой работодатель, потягивал венцо, морщил лоб, постукивал пальцами по столу, после чего сказал, что мне предлагается съездить с поручением в столицу Эквадора, а оттуда переправиться в Колумбию, за что я получу хорошие деньги. «Но кто мне откроет визу для въезда в Эквадор?» спросил я. Перуанец усмехнулся и махнул рукой. Из его объяснения я понял, что самолетом, конечно, не пропустят, но есть иной и надежный путь добраться автобусом до Эквадорской границы и на контрольно-пропускном пункте сунуть пограничнику 10 долларов. Этот документ действует безотказно, похлеще американского паспорта, с которым беспрепятственно пропускают через все южноамериканские границы. Я согласился. В гостинице Анна, выслушав меня, сказала, «Не нравится мне это поручение. Хорошие деньги просто так не платят. Но у нас нет выбора». «Нет, поэтому завтра же отправляемся в Эквадор». «Не отправляемся, а отправляюсь. Ты, если хочешь, можешь подождать меня здесь». «Ты опять?» У нас началась словесная перестрелка, и я начал уже был опасаться, что мы крепко поругаемся. Как вдруг Анна неожиданно уступила, села на койку и махнула рукой. «Уболтал. Поезжай один. Но имей в виду, без тебя я в Ла-Пас не поеду». За час до отъезда я снова встретился со своим новым знакомым. Тот без лишних пояснений протянул мне аккуратно завернутый в плотную бумагу, перевязанный бечевкой и упакованный в полиэтилен пакет. Я взвесил его в руке, покрутил, подбросил и сказал по-испански фразу, которую учил вчера весь вечер. «Хорошо, я сделаю все как надо. Но что это?» Перуанец дымил сигаретой и распространял вокруг себя запах одеколона. «Документы», ответил он. Это слово я поняла без переводчика Мигеля. Я благополучно доехал до столицы Эквадора города Кито, почти сутки изнемогая духоты в автобусе и изучая испанский разговорник. Встретился с человеком по имени Валентина, которому должен был отдать пакет. «Отлично», сказал Валентина, похлопав меня по плечу. «Завтра собирайся ехать в Колумбию, отвезешь кое-что». Мои познания в испанском расширялись поминутно. Я начинал понимать, что мне говорили. Валентина проводил меня до границы Эквадора с Колумбией. Там еще раз успокоил. Перейти ее несложно, главное держать себя уверенно. В приграничной зоне я познакомился со смугло-симпатичной девушкой, в глазах которой безошибочно угадывалось намерение перебраться в Колумбию. Красотке явно не хватало компаньона, и русский чудак в старой военной форме, который смешно коверкал испанские слова и не пытался, в отличие от местных водителей, сразу стащить с нее джинсы, вполне ей подошел. Вместе с ней я и перешел границу. Сделать это оказалось и в самом деле совсем просто. Шагая все время по хорошо утрамбованной тропинке, миновав какую-то деревушку, мы через несколько часов добрались до колумбийского города Паста. Там мы и расстались, хотя молодая мигрантка надеялась на развитие отношений, но я была озабочена только тем, как быстрее выполнить поручение и заработать деньги. И еще меня удерживали от любовных приключений воспоминания об Анне. Кажется, я скучал по ней. Я довольно быстро разыскал того, кому надо было вручить сверток. Все повторилось, как и в кито. Меня похлопали по плечу, взамен свертка дали новый пакет и отвезли назад границы с Эквадором. Я не очень понимал смысл всех этих манипуляций, но раз за них обещали заплатить, то добросовестно работал, не очень-то задумываясь над тем, что перевожу из одной страны в другую. На границе все пассажиры автобуса проходили досмотр личных вещей. Полицейские довольно тщательно обыскивали объемный багаж двух метисов, проверили содержимое чемоданов группы негров, едва ли не раздели какую-то эмоциональную дамочку. Но я был спокоен, я ждал своей очереди и был готов предъявить к досмотру сумку, в которой лежали кусок мыла, банка консервов, туристский нож да пакет для Валентина. Но полицейские, мельком взглянув на меня, прошли дальше. Этот Валентина был деловым парнем. Как только я вручил ему пакет из Колумбии, он сразу закрылся в комнате и вскоре вынес оттуда небольшую стопку купюр. Вот, как договаривались, сказал он, вручая мне деньги. Пятьсот долларов за работу, а это за автобус. Сейчас отдыхай, душ, бассейн, а вечером я приглашаю тебя в ресторан. Я давно так вкусно не ел и сначала не замечал ни бронзовых полуобнаженных танцовщиц на сцене, ни лоснящихся от пота усатых лиц своих новых знакомых, которых также пригласил в ресторан щедрая Валентина. Лишь с аппетитом налегал на мясо и овощи. В задымленном воздухе витала испанская и английская речь, хлопали пробки от шампанского, сновали между столиками виртуозные официанты. Ты хороший работник, говорил Валентина, тщательно проговаривая слова, чтобы я мог его правильно понять. Тебя всюду принимают за американца, потому у полиции ты не вызываешь подозрений, а нас, попадимы в их лапы, они обыщут с ног до головы. Работай с нами, продолжал он, и мы будем тебе хорошо платить. Ты купишь себе автомобиль, и у тебя будет много красивых девчонок. А что я должен буду делать? Валентина пожал плечами и развел руки в стороны. То, что уже делал, перевозить в Колумбию обратно посылки. Все очень просто, дорогой Кирилл. Приятели Валентина дружно рассмеялись. Я сделал вид, что мне тоже смешно. Бокал терпкого красного вина легким хмелем вскружил голову. Мне было жарко. Пот в тонкой струйке стекал по ложбинке между лопаток. Я снова пригубил бокал. На языке висела фраза, которую я давно готовился сказать. Собственно, ничего страшного. Они либо ничего не поймут, либо попросту убьют меня. Но Августина обещал мне больше, наконец, сказал я, цепляя вилкой кусок мяса и заталкивая его в рот. «Какой Августина?» спросил один из дружков Валентина. Я медленно жевал мясо, размахивая в такт челюсти вилкой. Над столом повисла тишина, и я чувствовал, как мужчины уставились на меня. «Пусть подождут, ведь не обязан же я давиться». Я запил мясо глотком вина, вытер губы салфеткой и кинул ее на тарелку. «Августина Карлос». «А что он тебе обещал?» спросил Валентина. «Свою дочь мне в жены. Валерии». За столом рассмеялись. Напряжение спало. Мой ангел-хранитель вывел меня на правильный путь. «А где ты встречался с Августина?» спросил Валентина, подливая мне в бокал вина и кладя руку на плечо. «Месяц назад я видел его в Пукальпо, а потом он куда-то пропал. Ни его, ни Валерии». «Да», кивнул Валентин, «это правда. Сейчас он в Боливии на своем участке». «А где это на участке? Ты знаешь точно, где это?» Валентин усмехнулся, склонился над моим ухом и зашептал. «В сельве, где много золота. Ну ты пей, пей, а потом еще расскажешь сказку, как Августина хотел женить тебя на Валерии». Я продолжал есть, чувствуя на плече тяжесть его руки. Бронзовая танцовщица спорхнула со сцены и неожиданно водрузилась на колени одному из приятелей Валентина. Я почувствовал запах ее духов. Танцовщица смотрела на меня, улыбаясь, потом сложила губки клубничкой, словно целовала воздух. Я угостил ее сигареты и предложил бокал вина. «Самое умное, что я могу сделать, подумал я, это как можно быстрее, как можно тише, незаметнее убежать отсюда». Танцовщица оказалась на моих коленях. Я почувствовал тяжесть сильного, мускулистого тела, запах пота, скользкую, гладкую кожу ее руки. «Как тебя зовут?» спросила она. «Ты Янки?» «Нет, он из России», ответил за меня Валентина. «Ну, ты не знаешь такой страны». «Иди, девочка, иди, у этого парня уже есть невеста». «Я правильно говорю?» спросил он меня. Я кивнул. В ушах все еще стоял громкий шепот Валентина. «Боливия! Боливия!» Круг замкнулся. Эти изнурительные поездки по Южной Америке оказались бессмысленными. Августина в Боливии, в Сельве, на своем участке. Может быть, это даже недалеко от Ла-Паса. Я поднял тост за удачу и любовь. Поскучневшая танцовщица вернулась на сцену, оставив мне свой окурок, выпучканный в губной помаде, который я тотчас раздавил ногой. Валентина, подмигнув мне, словно напоминая о том, что ему известно о моей тайне, крепко чокнулся со мной, пролив на стол немного вина. Я не спал до полуночи, прислушивая скрабу хозяина за стеной. Затем неслышно поднялся снар, оделся, закинул сумку за спину и вылез в окно. Огромная луна отражалась на черной поверхности воды в бассейне. Пальмы, словно взъерошенные куклы, застыли вдоль дорожки, выложены красной плиткой. Ко мне беззвучно подскочил огромный док, молча ткнулся мокрой мордой в руку. Я вздрогнул от неожиданности, но пес меня не тронул, я подкармливал его, и он быстро привык ко мне. Я сделал два шага вдоль стены дома и остановился напротив открытого окна в комнату, где спал Валентина. Белая шторка подрагивала от его могучего храпа. Я осторожно отодвинул ее в сторону. Призрачный светлый наупал на двуспальную кровать. Валентин спал на животе, широко раскинув руки и ноги. Я положил сумку под окном, вынул из нее нож, опустил его в карман и влез в комнату. Мягкий ковер приглушал мои шаги. Я осторожно приблизился к спящему, просунул ладонь под подушку, пошарил под кроватью. Оружия не было, во всяком случае в пределах его досягаемости. Я достал нож, наполовину оттянул лезвие, чтобы его можно было держать, как пистолет. Спросонок он не разберет. Сел на краю кровати, левую руку завел ему под горло и приставил рукоятку ножа к виску, рывком приподняв голову Валентина над кроватью. Он дернулся, попытался вывернуться, но я еще сильнее сдавил ему горло и сильно ткнул рукояткой ножа в голову. «Если ты крикнешь, я выстрелю», сказал я шепотом. Валентина замер, лишь шумно и часто дышал. «Что тебе надо?» наконец спросил он. «Как найти Августина?» «Я же тебе говорил». «Где его участок?» Валентина, несмотря на свое незавидное положение, хмыкнул. «В сельве». «Карту никто не составлял, белое пятно. Может тебя отвезти туда?» «Город. Откуда легче добраться?» «Из Аруру». «Но я не советую тебе этого делать». «Кто в Аруру может помочь? Имя?» «Ты наглеешь, парень». Валентина дернул своей крупной головой. Моя рука заскользила по его потной шее. Я понял, что долго не удержу его в таком положении. Валентина пытался разглядеть, действительно ли в руках у меня пистолет. Я снова ударил его по виску рукояткой. «Считаю до трех. Раз. Два. Я понятия не имел, что буду делать, когда дойду до трех. Но Валентина, к счастью, сказал, «В Аруру сейчас период карнавалов. Там много грин перес. Проматываю деньги. Они могут привезти тебя к Августина, если только... если не убьют раньше». Я оттолкнул его от себя, ухватился за пистолет обеими руками, чтобы Валентина не разглядела его истинного предназначения и стал пятиться спиной к окну. «Если шевельнешься, выстрелю», предупредил я. «Иди, иди», ответил Валентина, потирая шею. «Только не напарись на мою собаку, а то она сожрет тебя». Я не опускал пистолеты до тех пор, пока не оказался за домом. Затем быстро задернул штору, подхватил сумку и изо всех сил побежал к бассейну, оттуда к забору. Док сопровождал меня до пальмы, которая помогла мне перемахнуть забор и лишь один раз гавкнул, когда я помахал ему на прощание рукой. Несколько часов спустя я был уже далеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова